так мои хорошие мощнейшая вам барабиджамбо да это стащил у одного блогера качка но блять очень крутое слово барабиджамбо я теперь не могу без него в общем да барабиджамбо подписочники и не подписочники кстати вот гости канала бесконечно вас рад приветствовать на нашем эфире нашим не ты не услышался ни разу нашим потому что его виду я ну вот и ты вместе со мной то ёбаный свет значит что мы сегодня с тобой будем делать здравствуйте анастейша вы прям прям радуете меня в этом постоянно про ну не всегда но вы очень часто прям вот вот четко прям вот раз и вот вы первая и заходите я прям балдею от этого это в принципе хорошо значит что мы сейчас наталья вам также большой большой привет значит что мы сейчас будем делать сейчас мы с тобой тихо блять сейчас мы с тобой ответим на давай на три вопроса вот тут у меня люди задают вопросы в тик токе я физически не могу и уже заебался отвечать на них в тексте поэтому будем просто устраивать такой рандомчик и буду отвечать на них вот так вот начале эфира вот надеюсь там музыка картинка вся хуйня все хорошо у нас все замечательно если каково это какая-то жопа говорите если у вас подвисает эфир или вы там что-то это ребята все вопросы к вашему интернету я снизил качество и так уже дальше некуда здрасте диана привет аня всем всем большой привет good and a band я камон и врибаде пучинцы значит начнем сегодня с девочек вопрос девчаков и будет а потом пойдет разъеб мальчиков там просто такое я прям ну пиздец вот там есть это самое я буду попивать кофе почему потому что я этот я вот вчера хотел на эфир зайти но я я был мне была пизда я очень устал а сегодня я тоже устал но я думаю что тянуть то дальше некуда вот значит пишет человек как избавиться от эмоциональной зависимости не жить прошлым и обещаниями же мужчины который ушел спасибо заранее вот что вы такой возбужденный не я наоборот пытаюсь себя взбодрить всеми силами чтобы быть наоборот возбужденный потому что я недовозбужденный надеюсь у меня возбудить это была лишняя фраза короче ладно отвечать отвечаю на вопросы эти хуйню несу со старта это уже это очень плохая идея да это очень плохая примета я со старта несу хуйню обычно у меня это начинается где-то часе на третьем а тут как-то со старта и это уже ладно к вопросу давайте по серьезному потому что эти нам смешно у человека реально беда печаль еще раз вопрос как избавиться от эмоциональной зависимости не жить прошлым и обещаниями мужчины который ушел я хочу ответить вам ну смотрите как избавиться от эмоциональной зависимости есть специальная практика она находится на канале в плейлисте практики заходите и там есть как это самое как отпустить человека это классика но не это главное практика то практика это знаете это у вас представьте вы не знаю заразились венеричкой какой-то да и как бы это печальная история но большинство из этого всего лечится чё такой яркой яркий свет такой вот но большинство ебаный насос сейчас маленькие мои но большинство из этого лечится до проблема не в этом проблема в другом проблема как это не подцеплять постоянно и вот понимаете опять же вопрос осознания здрасте галина вопрос осознания в чем осознание ваше должно произойти понимаете вот мужчина да и женщина в принципе люди в целом они про действия понимаете они про действия то есть когда вам мужчина что-то например обещает сделать и не делает но это много о чем говорит точно также и женщина то по большому счету просто немножко разные разные обещания да у мужчины у женщины мы сегодня об этом поговорим я уверен потому что понятие о поле деятельности мужчины она в материи то есть мужчина управляет материей мужчина он там про деньги про защиту короче все что касается материи а женщина она про скажем так ментальный духовно если хотите уровень вот даже насилие где вот она происходит у мужчину где на материи он кулаками бьется а женщина как она драться не может это выглядит нелепо она морально насилует и в нашем обществе есть определенный период перекос то есть физическое насилие видно всегда моральное далеко не всегда но дело не в этом вы должны понять что понимаете понимаете нас научили жить иллюзиями нас выдрессировали чтобы мы постоянно не проектировали свою жизнь своих мечтаний а чтобы мы жили в иллюзии в несуществующей реальности оторванная абсолютно от реальности какой-то какой-то фантазии да и оттуда никогда не выходили как это происходит многократное повторение нам одно одно и то же какой-то абсурдной идеи ну например любовь зла получишь и козла любовь все стерпит что там еще ну вот вот тому подобное ударили по левой подставь правую там у всех у всех своя до история это просто повторяется многократно как от этого избавиться блять точно так же вы многократно повторяете ну вот смотрите вы ждете вот человек от вас ушел вы ждете например что человек одумается придет к вам все поменяется все будет хорошо вы ответьте себе просто на один простой вопрос с хуяли ну почему это должно произойти блять по какой причине что ну он ударится обветку акации которая растет у него блять под окном или она на него ебнется там случайно потому что иисус подпилит ее чтобы вам помочь ну вы ему вот сколько угодно я слышал это сам попадался в эту ловушку но я знаю человеку просто тяжело проявить тяжело допускаю нахуй идет тяжело проявиться знаете как это называется это называется моя гордыня выше чем ну желание ребята на эфире я никого не принимаю в виде гостей поэтому извините на надо вот без обид спасибо я мило за поддержку то есть вы должны понимать что человеку ему важнее свои страхи комплексы гордыня еще какая-то хрень но только не вы и отношения с вами это факт даже если он очень хочет но не может вот это не может понять когда человек хочет вот ну я уже приводил пример понимаете когда у вас днище рвет когда у вас это ну там мы съели чего-то или у вас передозировка магния ну вот или там мало ли кофе с сигареткой пошел как надо да вот вы всегда найдете время место вы охереть какой замотивированным уже не знаю как еще более точно объяснить да вы капец вы замотивированы такой вы всегда найдете место и время и все вы найдете понимаете а здесь и вот вы должны себя приучить каждый раз когда вы вспоминаете вот а как же так он же пообещал я же вот помню здравствуйте наталья я же помню какая-то все было берите прям на бумажке пиши он он балабол он ничего не сделал по факту то есть берете и записываете факты хотите на лбу себе можете записать и вот многократное повторение этого это дрессировка себя фактически называется его себя вот так вот на дрессируете понимаете не будет вам радость счастье успех и все остальное я то есть это вот и есть работа над собой то есть так вкратце понимаете то есть вы живете в прошлом в надежде на то что человек осознает придет там что-то поймет поймите большого то есть выражение люди не меняются но не меняется большинство есть люди которые меняются но большинство не меняется это очень сложный процесс надо работать над собой заморачиваться вот опять же я вам говорю вот ваша работа над собой в чем заключается уходить из иллюзии постоянно сверять то что вам говорит ваша воспаленная психика и то что вам говорит говорят факты понимаете сравнивать их охреневать от этого плакать и идти дальше каждый раз вот каждый раз себя ловить на этом это очень больно это очень тяжело это это заебают но это ваша задача и она очень тяжелая эта задача на месяцы я уже не говорю о том чтобы там прорабатывать выше не просто так это самая себя загнали в такую ситуацию там надо и родителей бы зацепить ну в общем короче заняться этим вопросом плотно и это песец как сложно вот наталья пишет меняется в основном худшую сторону нет это не так поймите это такое вы негативно на настрой у вас не всегда так это а вот и с моей лайф спасибо вам за поддержку так следующий вопрос у нас напоминаю осталось два вопроса я их как один прочитаю это вопросы от парней предупреждаю будет разъеб потому что ну парни ну блять ну честно ну сколько можно значит вопрос первый попросили анонимно андрей ну пожалуйста дайте совет есть жена и дочь но к жене больше нет чувств больше привязанность и есть женщина которая есть чувство как поступить не хочу показывать жене маску что я всем доволен ну есть тут здравая мысль женщина уже общаемся 15 сука лет 15 блять лет мы общаемся наталья всегда во благо 15 лет блять общаемся с женщиной это первый вопрос привет саш рад тебя видеть бесконечно так и следующий вопрос сейчас и найду от человека вот он тут целая прям я их я сейчас вы поймете почему я их объединил в одно спасибо имела за пончик такой офигительной от всей души так я прям все прочитаю я просто вот человек спрашивает говорит ну добрый вечер можно сами немного говорить поговорить я присылаю стандартный ответ сколько стоит со мной поговорить много немного с ценниками человек отвечает я просто по человечески пару минут хотел переписки просто вот только что она забрала вещи уехала хотел бы узнать стоит ли попробовать восстановить отношения мы не ругались перед расставанием все как бы хорошо было но она и сама говорит что не понимает что начало происходить просто за последние полтора месяца перестала чувствовать ко мне что-то стали не причины при прикосновения возможно это просто на фоне сложной работы а неприятные прикосновения возможно это просто на фоне сложной работы большой загруженности сейчас так сказать депрессия она совершенно спокойно поговорила со мной и сказала что ей лучше уехать если возможность восстановить чувство она же потом пожалеет о решении не факт и потеряем друг друга и будем жалеть как лучше поступить сейчас я понимаю что с такими так просто пишет просто я вот только что помог ей вещи перевести мы рядом живем и поэтому хочется она даже далеко не все вещи забрала так чисто на первое время но при этом абсолютно уверенно говорила что нужно завершить эти отношения как это все понять может ли она это с горяча говорить хотя при этом все разговоры были абсолютно спокойным она очень умная всегда рассудительная абсолютно честная словах и поступках тут бы я поспорил значит смотрите друзья мои что я вам могу сказать саша спасибо за поддержку сначала в общем потом по каждому из этих вопросов уважаемые мальчики меня к вам ко всем вот убедительная просьба свое время мне это объясняли другие мужчины достаточно очень жестко вот и поверьте мне было очень неприятно но как оказалось это правильно отрастите наконец-то себе уже яйца блять ну сколько можно вот вы понимаете я я честно скажу я сам был такой я был такой в определенный момент и и точно так же я мог другим людям писать ну вот она ушла я верю наша любовь вернется я и по моему она собрала для вещи я их помог донести да нахуй она блять нужна до пошла нахуй отсюда блять не нравится блять собрала свою нихуя и пиздой отсюда самоуважение у вас должно быть где-то вообще не можно начать эти рассуждения по поводу того что вот мужчина не прав и естественно сейчас каждая девочка об этом подумала и кто-то даже напишет что вот надо разобраться я по факту хочу сказать родной тебя бросила женщина ты ей оказался нахуй не нужен у мужчины нормальная базовая реакция это агрессия должна быть какого блять хуя я ищу вещи должен помогать нести то есть понимаете в чем дело она поэтому-то и уходит женщина поэтому и ушла что ты родной мой дорогой человек как сказать ну мягкотелый потому что ты принимаешь на себя вину надо блять и не надо и т.д. и т.п. и она не видит за тобой этой силы она ну она ее не чувствуют это первый момент второй момент займитесь уже блять не женщинами займитесь сука своей реализации наконец-то я не пойму все тут миллионеры блять сидят или что у у всех ну каждый может спокойно у нас он блять люди сидят в том числе и я в нашей замечательной стране не могут себастьяна заказать нормальный выезд оформление ну нормально 20 косарей баксов стоит и у меня их например нету и у большинства нету поэтому и сидим тут блять я не понимаю ну вам действительно ну вот серьезно милая ушла ебаный насос ну давайте что то ну понятно ну ладно страна страна проебана там это уже хуй бы с ним тут уже как бы все точка не возврата но я о чем хочу сказать вот в другом письме человек пишет что вот я там жене это грустная история как быстро блять опали листья да то есть к жене я перестал там чувствовать чувство а есть женщина с которой мы сука пятнадцать блять пятнадцать лет я почему это письмо взял ебать пятнадцать лет братан родной при всем моем уважении ну ты ты ебанулся что ли объясняю в чем проблема и в первом и во втором случае она одна и та же хотя кажется что разная история абсолютно добрый вечер родные всем большой большой привет смотрите у мужчины основная задача по жизни это реализоваться еще раз говорю не семью построить семью строит женщина и отношения строит женщина то есть если отношения разваливаются первое мы на что смотрим на кого точнее это на женщину на ее действия и я у вас уверяю ну там вот вот на женщине отношения если в семье денег нет это мужчина виноват а если проблемы именно в отношениях то к женщине вопросов вагон и маленькая тележка то есть женщина занимается отношениями мужчина материи так сказать всем остальным мы уже говорили на прошлых эфирах что женщина если захочет она практически любого мужика может блять к себе нормально привязать и сделать все что он хочет понимаете вот и соответственно ну опять же там мы не говорим о тех случаях когда женщина выбирает себе блять какого-то там не знаю бесхозного бесхозную сутулую собаку блять безногую и и говорит боже как мне не повезло мы сейчас не про эти истории так вот чуваки понимаете ну надо это ваша задача женщины приходят и уходят из нашей жизни ну так вот получается девочки без обид но так получается а вот на нас висит задача лежит защиты добычи если мы этого не будем делать если у нас не будет какого-то дела мы строим этот мир своими руками мы его строим понимаете мир этот материальный то есть там какие-то научные разработки вот какие-то дело не в том чтобы жить для себя Аня не в этом дело дело в том чтобы заниматься своей ну своим предназначением понимаете ну не знаю самосвал возит щебенку экскаватор блять ковшом роет гоночный автомобиль ездит по треку рекорды ставит ну там блять как помните говорил один известный тренер футбольный слон хоботом машет да помните как он а вот а мужчина занимается развитием когда вот такая херня происходит почему вот человек не может определиться с кем ему быть ну потому что он ищет вот эту радость вот эту наполненность он ищет ее в женщинах ну тут ладно запаяло на одну женщину и он метается между одной и второй его вот ну развлечение такое веселое потому что нету базовой реализации родной мой я тебе уверяю если бы ты был реализован так как надо тут даже не про деньги речь идет тут именно о деле о каком то я сейчас говорю это со всей любовью может быть несколько агрессивно но надо же как то пробить эту броню блять она ж нахуй не пробивается уже сколько у тебя понимаешь и ну она ну и ты 15 лет занимаешься ну вот этой мастурбасьон у тебя происходит блять то туда то сюда то не знаю то то блять не понимаю то могу то не могу то валя то то валя то галя блять и ну и вот беда печаль вот чтобы вот этого не было там остыли чувства опали листья как там помните улетели листья с тополей да вот чтоб листья с тополей не улетали мужчину если скорее всего там жена и прочих равных в принципе скорее всего там нормально адекватно более-менее себя ведет вот и вот да если она перестала допустим там за собой ухаживать да ну так сказать ей родной родная точнее ухаживай за собой попросить ее прям прямым текстом если она не это самое но основная задача реализовывать себя проекты какая-то движуха там ну блять я не знаю у каждого же свое я же говорю вот я там забуксовал в одном месте все блять у меня практически всегда об этом голова болит мне вообще не до баб господи нету да я даже подрочить не всегда готов похуй вообще плюс еще тренировочки там короче у меня куча всякого движняка которого мне хватает и вот так вот блять появится женщина какая-то замечательно мы с ней будем дружить мы будем с ней там письками тереться блять делать друг другу массажи блять будет все очень хорошо ну рано или поздно она появится ну при таком-то завидном женихе да вот я не заморачиваюсь за это это ну я не то что въебываюсь ну я просто вот объясняю ну я показываю блять на своем примере понимаете и вот вам надо тоже найти что-то такое чтобы вот вы решали эти вопросы я вас уверяю вам вообще не до баб будет вообще не до них они наоборот блять вносят какой-то разлад постоянный ну короче в инсту написали по поводу разбора так я вроде ответил ой а это вот недавно я отвечу сейчас у меня в буфере там есть сейчас я вам закрепленное сообщение пришлю точнее сохраненное сейчас секундочку раз уж вы написали вот кстати да вот давайте потом вся остальная переписка уже после эфира там вы что напишите наверняка вот вся остальная переписка уже после эфира вот короче в общем друзья и вот тут тоже там парень пишет да вот ну андрей там мне хуёво чисто по-человечески родной вот я смотри я сейчас тебе чисто по-человечески даю тебе дружеский отцовский можно сказать совет отращивай себе яйца всеми блять возможными и невозможными путями пойми никто просто так тебе ничего не будет блять перекидываться сообщениями принимать твою боль всем на тебя насрать прими это мне в том числе и миру на меня например большинству людей блять подавляющему насрать огромную кучу говна понимаешь в моей жизни например при всей моей харизме блять какой-никакой популярности и всем остальном есть считанные единицы людей которые оставались там со мной когда мне было хуёво и то они там меняются кто оставался кто не оставался потом другая ситуация одни остались другие не остались блять тоже там такое понимаете и мама все всем остальным ты нахуй не тарахтел я тебя уверяю и привыкни уже к тому что извини ну хочется получить что-то должен за это заплатить и деньги это самый лучший вариант это я тебе не говорю о том что блять беги ко мне на консультацию я никого никогда не завлекаю я понимаю что не все ее способны оплатить у меня да хотя опять же я не считаю что там высокая цена но все мы разные вот но пойми никто не будет тебя приходить и спасать никто всем похер на тебя будь мужчиной я тебе уверяю это да девочки будут за тобой бегать табу нами а то что ты говоришь вот восстановить отношения она сама ушла какие нахуй восстановить отношения что ты хочешь сделать ты хочешь блять что сальто пятерное назад научиться делать родной для нее чтобы она блять увидела да на носу бячик понабивать да как морской котик или что ты хочешь ну пойми у женщины это вот понимаешь это не работает так что и моча в голову ударила знаю даже не конец если ты получаешь вонял так человек он за то почему причезав в и все и решение у нее принято да дело не в том что в никуда может и в никуда потому что бывает парень себя настолько загонит настолько он вот это вот превратится в раскисшую соплю что она уже лучше честно она лучше с кабачком будет дружить блять если вы понимаете о чем я чем с ним поэтому друзья вращивайте яйца правда я в свое время прошел через это и в каких-то моментах даже до сих пор где-то меня бывает знаете мамина воспитание мягкости добавляет ненужной там где я не решу надо быть жестким вообще как этот но скажем так 80 процентов жесткости 20 мягкости у мужчин женщина решила это конец нет это опять очередная короче это не так бывает по разному бывает что женщина решила потом она хуяк передумала это все такое опять же все индивидуально есть разные моменты но вы должны понять что вот мужчина еще раз также а я не знаю как и сотрудничать на красный силуще в чем рации занимаетесь в той же убийстве ну и как и все будет очень легче блять еще что это не блять в том числе и без саaccoсти ну и мальчик считает ли фантазии ну и так как будто бы это реальная причина есть это такая конструкция консультацию, так вот расскажи. Так, сука, родной, ну надо их начинать зарабатывать. Понимаешь? Когда мне было хуёло, я помню, год назад у меня тоже трансформационные ебью, мать, периоды были. В августе. Я рассказывал. И мне посоветовали там одного человека. У меня денег хватило, блядь, вообще впритык вот так вот. Просто впритык. У меня после этого денег даже на еду не было. Понимаете? И я задумался, блядь, надо что-то делать. Ки, бабы, жрать нечего, блядь. Понимаете? Поэтому в общем, такая вот история, друзья. Надеюсь, на ваши вопросы я ответил. Вот. То есть не только девочки пиздов получают, еще и мальчики у меня на эфирах это делают. Но опять же, это все из-за любви к вам, вы же понимаете. У меня нет идеи кого-то обидеть, кого-то там унизить, еще что-то. Нет такого. Я наоборот, для вас, ну просто, ну по-другому это не прошибить, по-другому это ну не пробить, блядь, никак эту броню. Понимаете? Мальчики вот это сидят и ноют. Вот она, вот. Ну как? А я ее так любил, а она меня не любит. Блядь, да. Вещи еще помогаешь ей нести. Да нахуй она уплющилась. Решила уходить, все, нанимать такси, блядь, соси, там еще что-нибудь. Максимум до порога вещи помог донести, все, дальше разбирайся сама. А вас унижают, вас, блядь, нахую вертят, вы этот самый, вы на это ну пиздец. Не надо быть такими. Я был такой, я вам точно говорю, такими быть не надо. Еще раз, на своем опыте говорю, не надо, блядь, быть таким. Это очень плохо. Вообще хуйня дела. Так, ладно. Друзья мои, спасибо за поддержку. Вижу тут, надарили мне и Яна, и Афродита, и Боря, и Сергей, светлая я, кит. Спасибо, друзья мои. Спасибо всей душе. А мы что, давайте будем отвечать потихоньку на ваши вопросы. Смотрите, так как у нас сейчас онлайны большие, у нас сейчас чат идет быстро. Давайте, пожалуйста, я буду так вот, сильно вверх не буду идти. Буду отвечать на вопросы, которые вижу. Иначе это занимает очень много времени. Огромное количество вопросов пропускается, все равно не получается на них отвечать, как это, блядь. Ну, вы поняли. Не получается на них отвечать по очереди. Ну, вот. Поэтому старайтесь как-то отслеживать. Я буду стараться отвечать на все вопросы, но какие-то, видимо, будут пропускаться. Дублируйте, значит. Не засирайте спамом, блядь, а дублируйте. Хорошо? Даст ли хомяк денег? Не специалист я в этой хуйне, не знаю. Но вы должны понять, что эти самые, вот эти все штуки в крипте, там, тапать по хомяку, это они не для того, чтобы вы заработали деньги, понимаете? то есть, это разные стартапы, которые, ну, вы там можете что-то получить, но, это знаете, как в свое время, там, копча, да, там, где, покажите картинки, где велосипед, да, ну, подобные же, да, или просто вот эти непонятные символы. Это было обучение нейросетей, как потом оказалось. Так что, тапающий хомяк, это тоже что-то. Мальчики любят сильнее, они так себе. Нет, это не так. Любовь у всех, вот это чувство истинной любви, оно у всех одинаковое. Оно проявляться может по-разному, но то, что типа мужчины любят сильнее, или женщины любят сильнее, это не так. Стоит ли пробовать что-то, если он спал много с кем, без отношений, говорит, поменяется? Ну, а с чего бы он поменялся? Ори. Вот, стоит ли пробовать что-то с мужчиной, если он, да, шпилил много кого, и теперь он поменяется? Ну, общайтесь, смотрите, но вы должны понимать, опять же, это повышенная зона риска. Понимаете как? Я же не знаю, опять же, я не видел ни того человека, ни вас не видел, я же не знаю. Люди меняются, это неправда, меняются они, но опять же, не все, но тем не менее. поэтому, поэтому, ваша задача, просто за ним следить, внимательно, пристально, вы знаете, что у него, допустим, наблюдалось в свое время слабость на передок, вот, и вы должны быть настолько внимательны к этому всему, малейший ветерочек в эту сторону, понимаете? Ну вот, ты что, дядя, людям вчухиваешь? Ну это вот, пришел какой-то Иван, да, этот, человека явно посвистывает фляга, поэтому мы это самое, пускай он помолчит хотя бы минуту, давайте полную трансляцию, все-таки, да, в долину тишины и покоя, вот, а то, как бы, беда, не показывать своих слабых мест никому, ну, как вам сказать, значит, не показывать, а если у вас близкие отношения? Близкие отношения, они на то и близкие, чтобы показывать при этом человеке свои слабые места, то есть, когда вы такой, какой вы есть, вы в том числе и показываете свои слабые места близкому человеку, понимаете? А если вы их не показываете, никак не проявляете, то это уже и не близкие отношения. Любовь есть? Конечно, есть. Ну, Ань, это ваш личный горький опыт, который вы то ли не хотите, то ли не можете, я уж не знаю, нужно, подчеркните, как-то там перебороть, но, опять же, мое мнение отличается, вы же знаете, я никого не переубеждаю. Скажите, люди меняются, были в отношениях 7 лет, ушла, пришел через 5 месяцев, говорит, поменялся. Ну, Светлана, меняются люди, но опять же, за 5 месяцев, я не знаю, в зависимости, что там, от того, что он там должен был себе поменять. Понимаете? В зависимости от того, что, ну, там, не знаю, если с Хмурого слезть, ну, опять же, я, кстати, не нарколог, я не знаю, но, по-моему, маловато. Вот. Если какие-то другие, то есть, ну, это надо анализировать, опять же, поймите, вы должны понимать, для того, чтобы человек поменялся, в каких-то фундаментальных понятиях, да, в какой-то такой вот глобальной истории. Это очень тяжелый труд. Еще раз говорю, я знаю по себе, не каждый на это способен, потому что очень много вариантов сорваться в процессе, понимаете? Отслеживайте его, смотрите, слушайте интуицию свою. Да? Я вот видосик хочу сделать, завтра, думаю, сделаю. Вот у эмпатов, у таких, как я, есть такая ловушка, очень интересная. Вот. Я раньше не очень понимал. То есть, ну, кто такой эмпат? Эмпат – это человек, который хорошо чувствует других людей, настроение другого человека. Ну, там, вплоть до того, что там, я, допустим, могу почувствовать, писать человеку или нет. Ну, то есть, он в расположении или нет. И на эфире, ну, не на эфире, на этом, на консультации точно так же мне это помогает. Смотреть человека. Добрый вечер, Марина. Вот. Да, друзья, кого пропустил, всем большой-большой привет. Там Яна, Елена, всем-всем-всем. Всех рад видеть, друзья мои. Вот. Не обижать, вы же знаете, что я всех вас люблю. Так вот. Да нет, дело не в тяжести. В жизни. Дело в том, что у эмпатов есть такая ловушка. За счет того, что они чувствуют хорошо других людей, они могут ловить эффекты зеркаливания. Как это проявляется? Ну, например, кто-то вас хочет. Там прям, а, иди ко мне, мой сладенький. Вот. Вы это чувствуете. И вам начинает казаться, будто и вы хотите этого человека. Но на самом деле, это его чувство к вам. Поняли? То есть, вот кто очень эмпатичный, когда вы что-то начинаете чувствовать к человеку, вам надо задаться вопросом. А это точно ли ваши чувства? В общем, надо будет для вас подготовить такую небольшую методичку. Вот. Интересную. Как это отследить? В общем, я подумаю. Я подумаю. Возможно, видосик по этому поводу. То, что тяжелее в жизни, ну, как вам сказать? Это очень хорошая способность, просто ей надо уметь пользоваться. Да, мне, например, сложно находиться на рынках, в скоплениях людей, там, и всего остального. Я по улице в наушниках, например, хожу. Ну, И, ну, стараюсь, так сказать, не окунаться в это все. Ну, вот. Опять же, в зависимости от энергетики, накопленной, да, есть определенный, диаметр поля, да, чувствительности. У меня оно достаточно большое, то есть, я достаточно сильно чувствую людей. Вот. По-разному. Сколько вам лет? 37. Вот. И, в свое время мне это вредило. Почему? Потому что я не знал, как этим правильно управлять, как этим пользоваться. Ну, то есть, для меня это было, как, знаете, ну, типа, вот, если ты чувствуешь что-то, все это звучало, как приговор, блядь, и, типа, с этим ничего нельзя сделать, можно, можно просто закрыться, можно просто сфокусироваться на чем-то. Я, например, фокусируюсь на музыке, фокусируюсь на этом. Бывает, что, вот, по стадиону я там бегаю, ну, обычно я бегаю дворами, там, во дворе у меня есть свой маршрут, а бывает, бегаю по стадиону. И вот я, в прошлый раз, вот, когда это, вчера было, я тоже решил, думаю, ну, побегаю по кругу по стадиону, потому что там ровная дорожка, без перепадов высоты, думаю, просто на расслабоне побегаю. Там бабка, блядь, ходила по стадиону, бабулька. Блядь, какая у нее, она такая тяжелая, это просто был какой-то ад. Ну, я не смог, я несколько кругов, ну, ты с ней пересекаешься, и тебе прям аж хуево от этого, я прям аж чувствую, как она, прям вот, ужас какой-то. Ну, бывает такое. Вот, ну, опять же, если прям совсем тяжело, ну, просто уходишь из этого пространства, и все. Так что, ну, нет. Ну, это, знаете, это все равно, что сказать, у людей, которые хорошо видят, тяжелая жизнь, потому что они могут видеть какую-то хрень. Ну, типа, ну, вы сами можете управлять, куда смотреть, куда не смотреть, правильно? Мне 43, и рада, и всегда могу сказать, не стыжусь возраста, и не надо стыдиться, и не надо начинать стыдиться возраста. Так, давайте еще какие-нибудь. Так, подскажите, пожалуйста, после отношений, возможно, дружба между мужчиной и женщиной. Ну, здесь правила работают, знаете как? Ну, это нельзя назвать дружбой, дивергент, мое почтение, спасибо за поддержку. Но это все равно нельзя назвать дружбой. Есть, Елена, вот вы пишете уже, который раз, две-три недели после ссоры. А в чем вопрос-то? Я сам вопрос не вижу. Что значит две-три недели после ссоры? Это как у Арестовича, две-три недели, или что? Ракеты закончатся, там, война. Что две-три недели? Объясните, пожалуйста, зайчик. У вас, видимо, часть вопроса не проходит, перефразируйте ее. Ну, выше где? Я ее не вижу, не видно. Поэтому вы как-то перефразируйте вопрос. Так вот, я об чем? Вот. Я обо что? Да, дружба. То есть, смотрите, все равно, ну, мужское и женское тело, в том числе физическое, ментальное, там, еще какое-то, они предназначены для того, чтобы радостно совокупляться, понимаете? Они не предназначены для того, чтобы сидеть, там, шахматы играть. Ну, я утрирую сейчас, но, ну, природа, блядь, такая, вы поймите. Ну, это не... И поэтому есть такая история, что, типа, мужчина и женщина могут дружить, если они уже трахались, или собираются, или в процессе, понимаете? Вот тогда считается, типа, дружба. Но, по факту, это не та дружба, которая между мужчиной и женщиной. Понимаете? Между мужчиной и мужчиной, например, да? Дружба между мужчиной и женщиной, это и называется отношение. То есть, смотрите, в отношениях, вот, как тот же Сатти говорит, да, я сейчас могу чуть ошибиться, но он, по-моему, так говорит, что там есть вот дружба, да, страсть и ответственность. Ну, можно так распределить, да, тоже правильно, в принципе, ну, я с ним согласен. Я согласен с самим Сатти, да. Но он прав, ну, вот, да. Хотя там есть моменты, где я, конечно, считаю, что он гонит беса, откровенно, блядь. Вот. Ну, вот. Понимаете? Вот. так что ваш вопрос виден, Илюха. А я Илюху не вижу, представляешь, Саш, как интересно. Как это, блядь, работает у ТикТока? Вот, чат видит, а я Илюху не вижу, я вот вижу, Саша, ты ему отвечаешь, уважаемому Илюхе. Я вопрос не вижу. Пиздец. ТикТок, ну, когда ты уже будешь молодцом, а, ТикТок? Саша, можешь этот вопрос как-то переслать мне, или скопировать, я хер знаю. Ну, я реально, я не вижу. Вот, я вижу, что Илюха, 71. Да, ты ему отвечаешь, ваш вопрос виден, просишь его не спамить. Закрепленных комментариев я, кстати, тоже не вижу. Вот. Такой у меня веселый чат здесь. Ну, я реально его не вижу. Вот, девушка сказала, вот, девушка сказала, что прошли чувства спустя 3 года. Депрессия и т.д. Не удаляет со мной фото, я ушел в игнор. Так, спустя 3 года, так, еще, пошли чувства спустя 3 года, я понял, депрессия и т.д. не удаляет. Ну, то, что она не удаляет фото, это, слушайте, у меня есть, он, если зайти в какие-то социальные сети и докопаться туда, куда-то очень глубоко, там есть фотографии с моей бывшей, одной из, и по-моему, там даже и с разными есть, ну, то есть, я как-то, просто не знаю, хер забил, что ли. То есть, это дело такое. Ушел в игнор, да вы уйдите в саморазвитие лучше, Илья. Илья же вас зовут, я так понимаю. То есть, смотрите, ваша задача вообще занимается, поймите, женщины приходят и уходят, их много. То, что вам кажется, что это прям вот, прям писец, а не человек, я не знаю, но вы же как-то без этого человека жили-то, блядь. Ну, смотрите, ну, три года вы были в отношениях, да? До этого вы же как-то доросли, вы же ничего с вами не сделалось. Не надо уходить в игнор, там, я ее игнорирую, ничего, я смотрю, она фотки удалила, не удалила, там, на кого она подписала. На хрен вы этим всем занимаетесь, то, блядь. Не надо этим всем заниматься, займитесь собой. Накачайте себе раму, заработайте бабла, спасите мир, в конце концов, блядь. Не знаю, от чего-нибудь. Поймите, не мужская задача заниматься отношениями, это женская задача, чисто женская. Я вам, парня, открою большой секрет, чтобы девочки не слышали, я вам вот, расскажу страшный секрет. Основные качества женщины, какие должны быть, что это даст спасти мир. Это шутка такая была, Александра. Понимаете, женщина, она, у нее основной фокус должен быть на семью. То есть, если вы с ней хотите построить отношения, нормальные, адекватные, то у нее должен быть фокус даже не на саморазвитие. Не, ну, хотя это важно, просто многие под этим подразумевают всякое разное. Не на карьеру, блядь. Я вот хочу получить образование, карьеру, сразу бежать, блядь. Просто бегите, глупцы. Нет. Фокус на семью. Все. Если у нее какой-то другой, нахрен. Все. Вот просто не заморачивайтесь, не пытайтесь ее переубедить, пускай живет как хочет. Опять же, есть там альтернативное женское мнение. Ну вот, а мне надо. Вижу, Саша, вижу сообщение сейчас. Вот, опять же, Светлана отозвалась, вы забыли сказать, что мужчина и просирает свою семью Оксана. Нет, Светлана точнее. Еще у меня Оксана-то. Смотрите. Я объясняю. В миллионный, сука, раз. Что, еще раз, есть конченые мужчины, есть конченые женщины. Мы сейчас говорим о том, что если мужчина занимается, готов брать за женщину ответственность, да, вы же хотите, чтобы за вас брали ответственность? Вы же хотите, чтобы вам, ну, оплачивали все, защищали вас, да, внимание вам уделяли. Так вот, исходя из этого, смотрите, исходя из этого, вот если мужчина готов это делать, то женщина, у нее должен быть фокус исключительно на семью. Все, точка. Ну, понятно, следить за собой, внешность, это ясное дело. Если этого нет, все. Goodbye, my love, goodbye. Понимаете? Ну, вот опять же, Светлана, оставайтесь, вот я таким, как вы, вот вы пишете, сейчас такие мужики, что женщины не хотят семью. Светлана, моя вам рекомендация, блять, идите на завод, укладывайте рельсы, блять, идите, стройте бизнес. Я еще раз говорю, не хотите слушать, да, вы уперлись в то, что сейчас такие мужики, пожалуйста, вы думаете, вас тут кто-то будет вам объяснять, постой, нет, не будет. Хотите верить вот в то, что, да вот, сейчас такие мужики, пожалуйста, я, я даже, ну, и таких очень много людей, упоротых, как с одной, так и с другой стороны, именно что упоротых. Ты объясняешь уже, блять, уже и так. Поздравляю вас, что у вас есть семья и трое деток. Опять же, вы знаете, как жить. Все, вопросов нет. Понимаете? Мужу только своему еще об этом скажите, что сейчас тут мужиков нормальных нет, понимаете? Он же тоже мужик, или не мужик, или как получается. В общем, короче, поэтому, парни, смотрите на женщин, да, таким образом. Смотрите. Она должна быть мягкой. У нее должен быть фокус на семью, на уют в доме. Блять, большинство женщин даже не знает, как уют в доме сделать. Вот вы, там женщины ругаются, мужчина бабок не может заработать. Да, факт, большинство мужчин не может, блять, заработать бабок. Точно так же. Огромное количество женщин, блять, не знает, как уютно вести. Ну, вот есть вот китайская хуйня, фэншуй. Ну, банально, как расставить там. Близко понятия не имеют. Ремонт, например, сделать дома, да. Мужчина говорит, я все оплачу, вот тебе дизайнер, дизайн проект, все, давай. Вообще, не бум-бум, блять, ну, не алло. Кто это должен, ну, знать? Я уже молчу, там, о банальностях. Приготовить что-нибудь нормально. Красиво одеться, по дому походить, блять. В красивом белье, которое, сколько ж этих случаев, когда мужчина готов оплатить, если он готов. Потому что огромное количество мужчин, которые, блять, вообще, то есть, да, готовы сидеть в жопе, деньги это не главное. Естественно, конечно. Ну, вот есть, и вот он может. Да, походи ты в белье перед ним, блять. Приготовь ему какую-нибудь прикольную хуйню, блять, обмажься, пусть он с тебя это слизывает, ну, заебись же, ну, как бы. И мужики такие же твердолобые, блять, огромное количество. Ну, бабы сейчас нормальных не найти. Пойди, бабок заработай для начала. Пойди, живот свой, блять, пивной убери. Женщин, типа, нормальных нет. Конечно, блять. Естественно, ты себя, сука, в зеркало видел, ты расплылся, блять, как кусок говна. Ты сидишь в дотан, рубишься, блять, целыми днями. Ты выглядишь, блять, хуёво, ты, сука, не можешь ничего сделать. Ты ходишь на одну и ту же работу уже 10 лет. Ну, так займись собой, что-нибудь сделай. Ты вот говоришь, что бабок не заработать, а в хуёвой стране. Ну, ищи, блять, варианты, ну, что? Что, все вокруг воры, блять, которые зарабатывают? И это, ну, понятно, почему всё так. Ну, мы же говорили. 70% населения находятся в животном либо зомбическом строе психики. Ну, и естественно, ну, мы видим вот эту картину замечательную. Понятное дело. Вы откуда? Я из Харькова. Вот, поэтому, там, сейчас я, был вопрос Ильи, там мне Саша Дубей, я ушёл, начал ходить в зал, занимался криптой, просто по-человечески обидно и неожиданно. Так, жиши с буквой И пиши. Смотрите, Илья, то, что обидно, это понятно. Никто и не спорит, что это очень обидно. Но я уже сегодня говорил в ответе на один вопрос. Друзья мои, особенно мужчины. Вот, особенно это для мужчин важно. Ну, вот. Так. Вот это мы, блядь, сразу нахуй отсюда просто. Заебали, блядь, славики. Значит, о чём я? Да, о том, что обидно. Особенно для парней. Парни, вы поймите, всем на вас похуй. Этому миру на вас насрать. Никто не придёт. Если вы не будете сильными, вас просто сожрут, блядь, и всё. Если вы будете глупыми, вас будут наёбывать. Понимаете? Обидно, да. Он был мой. Я понял, Саш. Ну, тогда все остальные твои, да, ебаших. Вот. Ну, честно, надоели уже, блядь, уже не смешно. Я бы, может быть, начал бы что-то рассуждать на эту тему, уже, блядь, честно, я уже не знаю, что ещё сказать. Если человек до сих пор, блядь, ну, короче. Так вот, обидно, да, Илья, очень обидно. Я понимаю, я думаю, что не знаю, как это обидно, блядь. Ты стараешься, а тебе потом там рассказывают, блядь, что что-то не так, там, туда-сюда. Вот. Обидно, но ты должен понять, что твоя задача, это найти какое-то своё дело и приносить пользу какую-то обществу, да, то есть, исходя из того, что тебе нравится, кайфово, да, и ты делаешь какие-то полезные вещи интересные, для себя интересные. Понял? А женщин по какому критерию, если ты опять же хочешь нормальное отношение, вот я сказал, заниматься этим. Я вот девочкам, сколько говорю, девочки, не лезьте вы, блядь, в эту карьеру, не лезьте в эту, сука, карьеру, не лезьте вы, блядь, в этот бизнес, ну, вы туда и лезете, сука, и лезете, потом вы приходите, блядь, и плачете. Ну, да, я понимаю, что, как сказать, мало, ну, статистически адекватных людей, и мужчин, и женщин, да, статистически их очень мало, ну, пиздец просто. Я вас уверяю, что, ну, для каждого найдется своя пара, просто будьте нормальным, и все. Добрый вечер, Андрей, рад вас видеть. И будет все замечательно. Но, ну, короче, спасибо, дивергент, от всей души, за такую шапочку, шикарнейшую просто. Поэтому, идите в зал, опять же, крипта, не крипта, там, я не знаю, торгуйте черным золотом с Доном Хуаном. Это ваше дело. Не циклитесь на этом, не зависайте. Вот, кстати, вопрос от дивергента я увидел. Видите, как вы мне шапочку подарили, а я и вопрос вас увидел, листая чат. В общем, Илья, надеюсь, вы поняли. Говорят, миром управляют символы и знаки. Значит ли это, что все суеверия верны и реально работают? Ну, смотрите, какая история. Не управляют этим миром символы и знаки. Этот мир наполнен инструментами для нас, для того, чтобы давать нам подсказки. Вот у каждого из нас есть своя какая-то задача в этом мире. У каждого она своя. Ну, о своей я для примера уже много раз рассказывал. Моя задача передавать информацию вам, да, и частично оказывать защиту, находясь в определенном месте. Мы когда-то говорили об этом, как это работает, да, то есть сделать определенный купол, насколько это возможно. Вот, я такой не один. Ну, короче, и вот для того, чтобы мне дойти своей головой до этого, мне надо, ну, понадобилось там достаточно много времени, больше 30 лет, чтобы вот окончательно убедиться, что оно такое, как это работает, и вот все, блядь, ааа, понятно. Вот. И это были, и всегда знаки есть какие-то. И есть общепринятые какие-то знаки, приметы, а есть, ну, те, которые вы сами для себя выводите. надо сказать, что я не рекомендую, но общепринятые вот эти приметы обращать внимание, почему. Там большая погрешность, очень, очень большая. Ну, это как с черными кошками, условно говоря, или с бабками, с пустым ведром. То есть, оно работает, ну, для определенного контекста, там, ну, это как сонники, вот, например, да, они работают для определенного информационного поля. Эти сонники были составлены давным-давно, например, когда у большого количества людей, да, допустим, проживающих в условном, там, в стране, допустим, какой-то, да, у них было одинаково настроено, вот этот программно-алгоритмический комплекс, да, психика, она была одинаково настроена, плюс-минус, в силу того, что не было, например, вот этих технологий современных, да, то есть люди жили достаточно ограниченно в плане информации, и поэтому у них, для них общие были вот эти вот все сведения, подсказок. Ебать его, нахуй, конем, блядь, ебаный насос, блядь, ебать, охуительно, блядь, я еще так близко не слышал, еб твою мать, вот это где заебись, так и живем, блядь, мда, ну, хер знает, ху, так, давайте посмотрим, ху, ну, пишут, кап, ванную, я уже купался сегодня, ну, говорят, кап, а куда, хз, глаза красивые, это да, такой ободрит, ну, блядь, сейчас, друзья, в окошечко гляну, че, блядь, сейчас я свет вырублю, посмотрю, вообще, ху, хуеть, конечно, кричали гости, блядь, не видно, нихуя не понятно, нихуя не видно, мда, жесть, конечно, неприятно это все, так, ху, 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 Давайте сделаем молнию, говорите, газета молния, да? Да. Ладно, о чем мы там говорили, в принципе, искра, да, короче, по поводу этих самых, да, чайку, кстати, хорошая идея, да, меня взбодрило, прям взбодрило, ну, это чтобы я не засыпал лишний раз, в принципе, но это было очень близко, ну, то есть близко в том плане, что было слышно этот, шум, как эта хуйня летит, прям, то есть он, походу, где-то над головой пролетел, вот, а уебало где-то, да, водички, да, спасибо, диверген, спасибо, родная, от души. Так вот, подсказки, подсказки и все остальное, да, свист, свист было слышно, вот, подсказки и все остальное, что это, бля, спасибо за будь здоров, значит, по поводу подсказок, смотрите, да, они вокруг нас, но для каждого из нас они свои, то есть вы можете, с Харькова, с какого города, с Харькова, вы должны самостоятельно вычистить для себя вот эту закономерность, вот эти последовательности, которые будут для вас, то есть определять вам какую-то, ну, там, не знаю, события предсказывать, ну, грубо говоря, так, сейчас носик выйдут. Вот, да, зато хасиды празднуют, ага, это точно. Да чего говорить, Саша, блядь, люди, я смотрю, там, люди до сих пор нихуя не поняли, большинство, поэтому, что поделать. То есть, надо понимать, что знаки, они не правят, они не правят миром, нет. Они вам всего-навсего помогают выбрать какие-то, как вам сказать, правильные пути или неправильные, найти для себя знаки нужные. Понимаете? Мне за вас страшно? Да не бойтесь, нормально все. Вот. Поэтому. Вам надо анализировать. Более того, вы можете даже сами задавать себе вопросы какие-то. Ну, то есть, например, не знаю, там, вот вы хотите что-то для себя, ну, разобраться в каком-то вопросе, не знаете, сделать, не сделать, да. И вы можете, ну, грубо говоря, запрос отправить, типа, я хочу получить знак какой-то. Вот, если это, допустим, так, если мне, допустим, нужно это делать, то, соответственно, ну, там, не знаю, хочу видеть парные числа, ну, и т.д. и т.п. Это тоже знак, вдруг, когда вы говорили о своем предназначении, да, да, видите, как вы, все правильно. Кто посылает знаки, система так настроена. И я вам скажу, что, когда я говорил о своем предназначении, поймите, вас система будет пытаться сбить с этого пути. Кто помнит, о чем я конкретно говорил в этот момент, ну, кто не помнит, посмотрит запись. То есть, тот поймет, что система постоянно будет вас пытаться, ага, а что, блядь, миссию выполняешь, а ну-ка, на-ка, блядь, да, то есть вам будут постоянно пытаться, вас будут пытаться сбить с пути. И это работа системы, понимаете? Вот, поэтому это неудивительно абсолютно. Вот, и просто этим надо пользоваться. Знаки всегда были, всегда будут, они есть, вот. Но не пользуйтесь, то есть, если на вас это, ну, смотрите, если что-то на вас произвело впечатление, остановитесь, задумайтесь, что вам хотят сказать. Например, что бы это могло значить, да. Не надо, конечно, прям уже там, что называется, в детородный орган залазить там по поводу и без, да. Но анализировать стоит. Вот, это такая немаловажная история. Походу, в этой ударной волной у меня окна как раз открытые были. Вот, я сейчас закрыл. Штора махнула, она же в Харькове пылюка, это просто пиздец какой-то. Видимо, пыль подняла, которая пооседала на шторах, и я вот это чихать начал. Вот, молодой дед, смешно. Так, 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 сущности есть? Ну, конечно, есть. На самом деле, сущности, ну, знаете, наш мир, он очень густо населен. То есть, есть физический план, есть так называемый тонкий план, да. И на этом тонком плане, ну, как бы, там кого только нет. Огромное количество. Нет, они могут, они скорее даже не знаки посылают, они чаще пытаются влиять на человека, чтобы он как-то определенным образом эти знаки воспринимал. Но, опять же, ну, есть такое понятие, как так называемые высшие силы, как администратор сервера, грубо говоря, да. Вот, и этот самый администратор сервера, он может иногда вмешиваться. Ну, вот, например, у нас вот есть Саша, которого есть права администратора, да, на моих трансляциях. И он, соответственно, может всячески управлять этой самой трансляцией, да, там кого-то заблокировать, выключить, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, как бы, и там точно так же. То есть, есть у кого-то какие-то права, да, вот то, что назовут высшими силами. Что это такое? Это существа, которые обладают определенными правами, как они могут иногда, но это крайне редко, это нечасто. Но иногда они действительно могут там ситуацию подстроить, помочь где-то, знаете, там вот, ну, например, если тех же торологов послушать, они говорят о том, что, блядь, там, высшие силы ведут, там, ну, такое впечатление, будто там все они за вас делают. Нет, это не так. Это не так. В том-то и дело, прелесть этого мира заключается в том, что мы должны сами брать ответственность за свою жизнь, понимаете? А не перекладывать ее на высшие силы. Доброй ночи, доброй ночи, Брюс Вайн. Рад вас видеть. Так что, как-то так, мы сами управляем своей жизнью. Да, в том-то и дело. Ну, опять же, не все, есть люди, которые не управляют своей жизнью. Живут просто как, не пойми кто. Виктор, добрый, да, добрейшего вечерочка и вам, Виктор, да. И вас также, конечно же, рады видеть. Так, я не знал, что система мешает, спасибо за ответ. Тема сложная, вы хорошо объясняете. Ну, стараюсь, в этом есть, заключается работа. То есть, смотрите, система, для того, чтобы игра была веселой, она, конечно же, будет всячески вас пытаться отодвинуть. От вашей задачи, там, всякие проверочки вам кидать. Да, вон, пылюка прям на очках. Вот. То есть, всеми возможными способами вас будут это самое. Пытаться как-то с истинного пути-то избить. Понимаете? Ну, это не должно быть, как бы, не должно на вас влиять. Понимаете? То есть, вот, в эфире произошла вот такая хуйня, амалята, да, неприятная. Что-то где-то херануло. Ну, вот, если честно, не знаю. Тоже, надо, ну, потом посмотрю, где это бахнуло. Вот. Ну, больше, не знаю, как на ракету, блядь, похоже на какую-то. То есть, взрыв, конечно, да, был ощутимый, но прям вот ударная волна, не знаю, в зависимости от того, куда оно попало, конечно, непонятно. Может и не кап, может быть собака, а может быть ворона. Так, чем больше, так, сейчас, нет, там, что выше еще было, я помню. Игра, охренеть, какая веселая последнее время, так она и будет веселиться. Зачем системе это нужно? Системе это нужно для того, чтобы нам было интереснее. А, ну, поймите, ну, не будет же интересно играть, если нет совсем сопротивления, если мы все знаем. В этом-то и смысл. Игра будет все веселее и веселее становиться. Опять же, если человек ведет себя правильно, если он делает правильные выводы, увеселение игры не будет означать для него какие-то трагические, там, тяжелые последствия. То есть, ну, да, неприятно, ну, хуево это все, грустненько, но это нас огорчит, допустим, но не остановит. Понимаете? Вот вам, собственно, яркий пример. То есть, да, это все печально, это неприятно, и меня это выбило минут на 10, потому что, ну, реально, очень близко, очень. Я обычно стараюсь окна закрывать перед эфиром на такие случаи, но это действительно прямо над головой пролетело. Вот. Где-то там въебалось во что-то. Вот. Вот, я думаю, где-то в лесополосе, походу. У меня же тут лес рядом. Куда-то в лесополосу уъебало. Хотя, опять же, не знаю. Ну, вот. Так что, так, чем больше стремимся идти к свету, тем больше преград. Ну, в том числе. Да, е-мая пылюка. Как уберечь себя и свое поле светлое от сущностей? Заниматься собой. Ну, то есть, это поле не разрушать. Алкоголем, негативными мыслями какими-то, да, деструктивными действиями. Поэтому. Саша, а где ты живешь? Ну, в каком-то районе находишься, просто интересно. то есть, задача заключается в том, чтобы как минимум, ну, допустим, начните с физического тела. Я вот всегда говорю, есть физическое тело. вопрос видно? Видно, Дарья? Ну, вы написали, подскажите, пожалуйста, вопрос видно? Видно? Да, Саша, я у тебя спросил. Вот. Ты же на Баварии, по-моему, да? Ну, просто странно, как это оно с Баварии, блядь, на Алексеевку. А, ты в Днепре вообще, тюм. Я понял. Я понял. Ну, у тебя свои, я понял, эти прилеты у меня, у меня свои, получается. То есть, начните с физического тела. В здоровом теле здоровый дух, понимаете? То есть, не читайте новости всякие разные. Вот, можно с простого начать. Укреплять свои энергоцентры таким образом. Сегодня год, как не стало папы, они слышат наши просьбы или видят тоже. По-разному. Все зависит от того, куда ваш папа отправился. Бывает, что они какое-то время, ну, год прошел. Ну, смотрите, для вашего папы очень хорошая история, если он вас не слышит. Я объясню, почему. Потому что, если он вас слышит, то он находится, скорее всего, либо в тонком теле здесь, в виде призрака, так как прошел уже год, то это ненормально долго, время. Если он так вот тут сидит, то это значит, не все там в порядке. Вот. Это раз. Да ты посмотри. Пыль, блядь, из Сахары. Она, конечно, просто жесть. Так вот, хуситы привезли с собой, видимо. Так вот, дальше. Опять же, если он дальше переродился куда-то, то он тоже может, он может вас не слышать, и это нормально. То есть, не думайте о мертвых, думайте о живых, занимайтесь собой. Ваша задача сфокусироваться на себе. Сфокусируйтесь на себе, займитесь собой. И будет с вами все в порядке. И с ним тоже. Вы живете, понимаете, желанием того, чтобы вот он, там, увидел что-то, услышал. Если есть, что ему сказать, проговорите это, или вслух, или про себя, как говорится, от всей души, и все, и отпустите. Так. Так. Почему многие люди уверены, что кто-то может почистить их карму, и отпустить грехи? Опять же, банальный ответ. Не хотят брать ответственность за свою жизнь. Всегда проще переложить ответственность на кого-то. На высшие силы, на магов и волшебников, на иерофантов, на еще кого-то. А так, чтобы самому этим заняться вопросом, это нахрен надо, понимаете? Это вообще никому не интересно. Потому что, для того, чтобы себя почистить, ну, это, ну, опять же, надо делать много-много разных телодвижений, понимаете? А их никто делать не хочет. Это не бухать, например, не курить. Это надо там, я не знаю, за физическим телом следить, зарядку хотя бы делать. Ну, нахрен же оно надо, правильно? Поэтому проще пойти там, отпусти мне, батюшка, грехи, например. и тому подобная история. Это вопрос о доверии, мне опыт помог осознать, что не нужно доверять. Не надо слепо доверять, и всем подряд. Кому-то можно доверять, кому-то нет. Как вы относитесь к спорту? Ну, смотрите, если мы говорим о спорте, где там, вот это, к медалькам мы бежим, и все остальное, то это не самая лучшая идея. Почему? Потому что подрывается здоровье очень сильно, в угоду каким-то результатам. А заниматься физкультурой очень хорошо отношусь, необходимо. Ну, у мальчиков своя физкультура пожестче, у девочек попроще, но тем не менее. Ну, там элементарно бегать, там тренажерочка, ну, какие-то такие вещи. То есть, спорт профессиональный, понимаете, в нем, в чем проблема? В том, что вот тебе надо получить там медаль, и все, и ты, ну, вот футболисты, например, как часто они на обезболивающих играют. Вы никогда не задумывались, почему? Например, к 35-40 годам заканчивают карьеру. Огромное количество травм. У единиц получается играть, ну, вот был там Кафу, Амбразини, да. Кого еще можно вспомнить? Вратари часто долго играют. Да. Потому что, а все остальные, понимаете, особенно вот нападающие, они у них недолгая карьера. Если мы берем, ну, нормального футболиста, который, например, не бухал там, и все такое. Ну, вот был, допустим, такой игрок замечательный, кака, да, бразильский. Он очень быстро закончил карьеру, и у него была там травма паховых колец, у Шевченко, травма спины, да, то есть вот нападающих, да, в чем их беда. Их же постоянно защитники жестко встречают, да, в профессиональном футболе, там как, это ж не то, что ты во дворе там. Нет, там, там могут так принять, что и не встанешь после этого. Вот, поэтому, как бы, да, столько, знаете, сколько вы даете, и так просто, что никогда не слышал. Ну, видите, ладно, как интересно получается. Так, как вы относитесь к аскезам? Отлично отношусь. Ну, аскезы, это в основном про мужчин. У женщин, аскезы, они в основном в плане, если у мужчины в основном это физические аскезы, то у женщин это аскезы, там, например, вот думать, что говоришь. Иногда промолчать лучше, молчание золота, допустим, для женщины, да. Вот, для мужчин аскезы, опять же, это физические нагрузки какие-то, да, очень хорошо мужчины заходят. Какие-то, например, не знаю, тоже воздержания, оно и женщинам, кстати, не вредит. Вот, а женщинам, именно это вот в плане ментальном, чаще аскезы нужно держать. Добрый вечер, как вы относитесь к философии синтеза? Честно, не знаю, о чем речь, поэтому, в какой стране вы бы хотели жить? Ну, знаю, сложный вопрос. Ну, это и точно не Запад. Россия, Украина, Беларусь, вот, скорее, вот эти страны. Опять же, что бы там ни говорили, да, сейчас есть эти проблемы, сейчас это все, конечно, раздражает, напрягает, это неприятно, но, именно, чтобы жить, то это наши славянские страны. поездить в гости, так сказать, посмотреть себя, показать, это я, в принципе, много куда готов был бы поехать, тут и не перечесть, на самом-то деле. Фу, пылюка. Как девушки вам нравятся? А, наверное, девушки вам нравятся? Адекватные. Ну, опять же, я уже говорил, что я в основном так уж получается, смотрю на девушек, которые сильно младше меня, ну, и они на меня смотрят, что не может не радовать. Вот. Девушка должна быть мягкой. Я сегодня уже об этом говорил. Помимо внешности, понятное дело, ну, вы знаете, даже какие-то огрехи во внешности можно простить вообще. легко простить, если у нее будет правильный характер. То есть, если она не будет со мной соревноваться в каких-то моментах, если она будет позволять мне давать управление в каких-то моментах, да, необходимых там. Ну, вот. избавит меня от давления от какого-то, будет мне доверять. Мягкость будет проявлять, да, будет уметь навести уют в доме, не лазить там с тряпкой постоянно, борщи готовить, как это любят, знаете, перетянуть, перетянуть обычно, перекрутить. Нет. Идея в том, что она должна быть женщиной. Мы много об этом говорим, и, в принципе, всего то, что нужно. Ну, то есть, я даю, выполняю свою часть, скажем так, обязательств мужских, и она должна это все делать симметрично, ну, со стороны женщины, да. Вот и все. И, соответственно, опять же, многие обижаются, что я там в основном смотрю, которые, там, сильно младше меня, да, там, 25 и младше. Ну, девочки, вы не обижайтесь те, которые старше, да, но вот как-то так оно получается, и я не буду скрывать. Потому что женщина, ну, вот опять же, вы можете, тоже многие могут обижаться, мужчины не любят, и я, просто я это не скрываю, многие, многие мужчины это скрывают, боятся об этом говорить. Но я вот скажу, что для мужчины, когда я понимаю, что, допустим, у женщины было много партнеров, да, сексуальных, ну, блядь, ну, уже все, она уже неинтересна для меня, даже просто, как сексуальный объект, даже в этом разрезе, мне уже как-то это, ну, многие могут сказать, что вот, это несправедливо, ну, это так есть. это вы, я же говорю, у любого мужчины, спросите, при прочих равных, он выберет девушку, которая будет с меньшим количеством партнеров, а то и вообще, в идеале, без них, понимаете, вот. внешность, конечно, важна, да, любавушка, ну, естественно, конечно, но я просто говорю о том, что, как это сказать, может не рассказать, но обычно видно, опять же, обычно видно, обычно это, ну, по косвенным признакам как-то это может быть, понятно, что вам никто не расскажет, это ясное дело, я вам в целом говорю. Опять же, поймите, возраст работает на мужчина, на женщина по-разному, для женщин это плохая новость, к сожалению, но мы уже на прошлом эфире об этом говорили, что, поймите, женщины, вот у нее пик, ее, так сказать, красоты, это 20 лет, 19-20 вот в этом районе, потом это идет уже на угасание, и мужчина же наоборот, больше после 30, он становится более, ну, опять же, я еще раз говорю, я не обещал, что милые девушки, вам это понравится, бывают, например, ситуации, когда девочка не следила за собой, у нее были какие-то проблемы, там, в 20 лет, да, там, в 19, а потом она, например, вырвалась каким-то образом на свободу, и начала банально за собой ухаживать, да, и, соответственно, стало выглядеть лучше, ребят, мы сейчас не будем об этом спорить, я всего лишь высказываю свое мнение, вы можете не согласиться, опять же, я понимаю женщин, которые пишут, которым, скажем так, уже, там, за 30 или около того, и, конечно, им неприятно вот это все ощущать, безусловно, вот, сейчас я отвечу, человеку скажу, что все в порядке, сейчас, чел, да, блядь, сейчас, чел, привет, я сейчас на эфире, да, я слышал, это где-то недалеко, потом посмотрю, короче, да, просвистело над головой, и где-то уебалась, относительно недалеко, так что, давай, я эфир закончу, и потом, это самое, отпишусь, или не отпишусь, посмотрим, ну, там, спать будешь, вот, опять же, я не хочу, может, опыт, может быть, я никогда, я никогда не кичил со своим опытом с женщинами, я там рекорды никогда не ставил по этому поводу, так что, и вы нам после сорока не нужны, ну, ребят, а точнее, девчата, смотрите, я же не собираюсь с вами играть в игру дурак сам дурак, вы должны понимать, вот, у вас есть, у вас есть сейчас уникальная возможность услышать правду от мужчины, такую, какая она есть, еще раз говорю, вам не каждый мужчина скажет то, что говорю вам я, еще раз вам говорю, чем женщина, она, ну, вы должны понимать, вы можете сколько угодно говорить о том, что, да все, понятно, вы там, это самое, туда-сюда, это может быть справедливо, вот, это может быть справедливо, может быть, несправедливо, обидно, там, я не знаю, ну, и т.д., и т.п., вот, но как есть, поэтому, ну, и так, думаю, не я один, понимаете, еще раз говорю, при прочих равных мужчина всегда выберет женщину моложе, при прочих равных мужчина всегда выберет женщину, которой было меньше партнеров, понимаете, можно это не принимать, можно это обязательно, ну, точно так же при прочих равных, например, Например, допустим, женщина всегда выберет мужчину богаче. При прочих рамках она выберет мужчину более состоятельного. И условно говоря, на душу плевать она хотела. И это нормально. А что значит адекватного, Танюша, вы говорите, я выберу адекватного. Ну вот скажите, пожалуйста, если мужчина не может обеспечить свою семью, он что, адекватный? По-моему, это неадекватно. Если он на протяжении долгого времени не может, дома жрать нечего, я знаю такие примеры. Одно дело на мерседесах не ездить, а другое дело холодильник пустой вообще. Я понимаю, что я не узнаю, сколько у нее было партнеров. Я вам объясняю. Примерно. Чтобы вы понимали, как у мужчины работает этот самый взгляд на всю эту историю. То есть, условно говоря, он будет выбирать женщину, допустим, которая еще юна и невинна, девочку. И девочку, которая была, допустим, у нее три брака, она разведена с тремя этими самыми мужчинами. Я специально утрирую где-то, чтобы было понятно. То есть, опять же, мы обрисовываем где-то сферического коня в вакууме. В том плане, что, как это, понятно, что прочих равных не бывает, понятное все это дело. Я это объясняю для того, чтобы были в целом понятны некоторые моменты. А там, когда оно в совокупности, конечно, уже идет там торги, идут, понимаете, внутри. То есть, он богатый, например, но тупой. Это тоже не пройдет. Поэтому выберем чуть победнее, но зато умного. Конечно, острая тема. Естественно, многим людям-то и не нравится. Почему, опять же, почему идет у многих людей очень тяжело трансформация? Или принятие каких-то там. То есть, смотрите, беда в том, что для того, чтобы дойти из точки А в точку Б, грубо говоря, надо понять вообще, чтобы что-то у тебя поменялось, надо понять, что вообще менять. Какие усилия надо приложить и куда. А для этого надо понять, где ты находишься. То есть, анализ сделать, то есть, конкретно у тебя сейчас какое положение. Что ты можешь, а чего ты не можешь. И вот, если человек изначально не хочет признавать какие-то моменты, то, соответственно, ну и результат у него такой же будет. Понимаете? Говорить о том, что, допустим, человек должен себе... Люди некоторые не могут признаться в том, сколько они зарабатывают. Себе не могут признаться. Не то, что там кому-то. Они неадекватно вообще считают, что вот... Не, ну я считаю, нормально там. Ну миллион долларов через, там, не знаю, три месяца для меня это вполне подъемная сумма. Да, при том, при всем, что он зарабатывает, там, тысячу долларов в месяц. И вот, ну... И это сплошь и рядом. Человек не хочет посмотреть в зеркало и увидеть объективную реальность. Понимаете? То есть, вот парням, допустим, давайте, девочек не будем трогать. Давайте вот на примере парней. Вот смотрите. Вот парню говоришь, родной, научись зарабатывать бабло. Без бабла ты не нужен по-любому. Какой бы ты ни был красивый, но если дома не будет, ну, будет нечего жрать, ты пойдешь нахер. Это просто вопрос времени. Я верю в любовь, я верю вот в искренние чувства. Я верю в то, что обязательно все будет вот хорошо, что мы будем, там, это самое... Это же неадекватно, но это же бред. Понимаете? Мужчина, ты должен быть физически сильным. Хотя бы для того, чтобы свою женщину носить на руках, да? Она меня полюбит и спирным животиком, ничего страшного. А то, что у меня ручечки, как спичечки, это не страшно. Слушай, да ее, условно говоря, там, коллега подружески приобнимет своими сильными ручищами. Она так плечом к его сиське накачанной прикоснется, и все, и протекло сразу. А потом она тебя увидит, блядь, прикоснувшись бедром к твоему животу и отпрыгнув от него, да, как от мячика, бям. И ручонку твою возьмет, пухленькую, и будет думать. Видите, как девочке сразу веселее пошло, да, когда парней обсуждают. Ну, согласитесь, ну, это же, это же правда. То, о чем я говорю, это ведь факт. Ну, вот, видите, поэтому, возможно, есть небольшая вероятность, что я прав и по поводу вас. Если по поводу мужчин вы со мной так согласны. Опять же, я же не пытаюсь кого-то, там, обидеть или сказать, что все, вам теперь, там, законопатить, так сказать, щель и сидеть дома, вязать крючком. Никто же так не говорит. Я говорю, что нужно объективно оценивать ситуацию. Но, опять же, мы видим, как это работает, да, в обществе. Сам ты такой. Мы еще лучше найдем. Ну, вот. Ты, там, это, 40, понятно, мы тоже хаваные, все ясно с тобой. Мы тоже найдем себе молодых мальчиков. Ты, ты, соси хуй, блядь, тварь. Так что, в общем, да. Так. На чем обычно держатся долгосрочные браки, лет после 20 и больше? На том, что люди развиваются вместе. Они, понимаете, у них общий вектор движения. Они смотрят, скажем так, в одну сторону и идут в одну сторону. Их цели максимально, короче говоря, совпадают. Вот как я говорил. Вот, смотрите, вот, мужчина это паровоз, женщина вагончик, да, с углем. И вот мужчина, допустим, вот он занимается каким-то важным делом. Женщина это дело очень приемлемо. То есть, она фактически гордится тем, что ее мужчина, там, не знаю, делает марки, допустим. Да, разрабатывает дизайн марок почтовых. И она считает, это очень крутое вообще занятие. Это не каждому дано. И она этим гордится бесконечно. И она дает ему ресурс. Привет, Марина. Она ему дает ресурс на то, чтобы он продолжал этим заниматься. И он этим занимается. И здесь, знаете как, он, допустим, понимает строение женской психики, хотя бы примерно. Она понимает строение мужской психики. Они не лезут друг к другу на территорию. То есть, мужчина занимается защитой добычи, женщина, дом-мотивация, скажем так, тыл. Да. Добрый вечер, душа тюльпана. Ну и, соответственно, так они и радостно живут. Понятно, там есть проблемы, понятно, там периодически случается какая-то хрень. Но мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы делаем. И, соответственно, можно через все пройти таким образом. Опять же, у них более-менее проработаны какие-то травмы детские. Они их могут вместе даже, что называется, прорабатывать. Ну, допустим, там, я не знаю, недоверие, может, к людям, какие-то страхи, еще что-то. И вот задача каждого из них, вот, работать и над собой, и тем самым идя вместе в отношениях. Примерно так. Все на самом деле очень просто. И они, знаете как, они не играют, они не одевают маски, на них мало этих масок или нету вообще. Они, по-честному, они честны друг с другом. Соответственно, честны с собой. Точнее, наоборот, они честны с собой и честны друг с другом. Насколько это возможно. А это, я вас уверяю, решает огромное количество проблем. Просто нереальное. Так что, такая вот история, друзья мои. Так. Сейчас, друзья, тут отъехать. Всякие вопросики прилетают мне. Надо сказать людям, чтобы они не переживали по этому поводу. Ну, в общем, как-то так. Да, женщина должна идти за мужчиной. Если она за ним не хочет идти, то это не ее мужчина. Ей не надо с ним быть. Понимаете? Это очень важный момент. То есть, если, например, она считает, что он занимается какой-то херней, ну, зачем ты с ним отношения строишь? А если он посылает нах, это как понимать? Ну, как понимать, солнечно? Так и понимать. Что мужчина, скажем так, не самый адекватный. Понимаете? Опять же, зачем? Ну, вот смотрите. Вот вам пример. Человек задает вопрос. Меня послали нахуй. Что бы это могло значить? Это означает, что не надо с этим человеком строить отношения. Понимаете? Ну, вас нахуй послали. Ну, блядь, ну, давайте пообсуждаем это. Что он имел в виду. Понимаете? Я уже говорил, что женщина, она не должна, ну, как и мужчина, мы не должны друг другу позволять неадекватное, недостойное поведение в отношении себя и да и вообще. Понимаете? Вот я в чем, например, с тем же Сати не согласен. Он рассказывал там, вот если женщина порит какую-то херню в общественном месте, там, нажралась, например, пьяная, танцует на столе, то или там с кем-то подралась, там, ну, короче, какая-то дичь, то надо ее спасти и это самое, потому что она ваша, и дома уже ей объяснить. Послушайте, если женщина ваша такое исполняет, ну, это просто пиздец. Ну, я не знаю, я не могу себе представить ситуацию, при которой, допустим, не дай бог, там, девушка, с которой я встречаюсь, и тем более жена, с кем-то устроила какую-то пьяную, блядь, потасовку, условно говоря, да, что-то там исполняет, наговорила всякой хуйне, а я должен это разруливать, непонятно почему, это не моя девушка, ну, блядь, ну, ты че, ты конченая совсем? Ну, я все понимаю, ну, одно дело, когда там девушку обидели, да, когда действительно там, но если вот по факту человек делает дичь, ну, что это такое? Всех распинать, ее унести оттуда, что? Я же примеры такие видел, эти женщины ломают жизнь мужчинам, понимаете? Ну, то есть, это дичь. И вот не удалось подключиться, что такое? Еще нормально, подключение восстановлено, интернет начал прыгать, да? Так, друзья, скажите, меня слышно, видно, я в эфире, все ли в порядке? Я надеюсь, запись не упорится от этого, есть в эфире, все хорошо. Вот, а то что-то интернет упал коротковременно. Как бороться аутоагрессией, я так понимаю, агрессивность к себе имеется в виду, да, Марина? Вы это имеете в виду? Аутоагрессия. Смотрите, надо понимать, что... Смотрите, что такое агрессия? Агрессия это нарушение личных границ. Когда кто-то начинает ваши личные границы нарушать, у вас включается функция агрессия. Почему она направлена на себя? Потому что вы не можете ее... Как это? Направить на истинную обиду, на истинного обидчика. То есть, первое, что надо сделать, надо обнаружить, собственно, а где же вас и кто обижает? И эту агрессию... Ну, понимаете, то есть, вас копится агрессия, а выхода ей нет. Выход только вовнутрь. То есть, вы начинаете агрессировать на себя. Ну, то есть, это... Да, надо проанализировать, где нарушаются ваши границы. Кто это делает? Что это за трэш вообще происходит? Понимаете? Ну, и, соответственно, когда вы это находите, желательно это убрать. Опять же, вы скажете, ну как, я же боюсь там. Ну, вот вы должны понять, что... Или боюсь, или себя разрушите окончательно. Зачастую убрать агрессию в 99% случаев, это просто... Ну, как минимум, вот то, что вы испытываете внутри себя, вылить это на человека. Сказать, ты что, блядь? Просто психануть, понять, что, ну вот, знаете, бывает, вот парней там обижают, булят в школе, да? Чего боится человек по факту? По голове получить? Слушай, да лучше по голове получить один раз, чем вот это вот, терпеть это все блядство. Точно так же и здесь. То есть, надо найти источник вначале. И с этим источником провести беседу. Ну, как правило, это люди. Если это какая-то ситуация, ну, например, что, допустим, работа, допустим, не нравится, какая-то работа тяжелая. Ну, опять же, ну, увольтесь с нее. Вы скажете, я не могу, не будет денег. Послушайте, так вас не будет. У вас и так не будет денег, вы это все потратите на лекарства, на... Ну, короче. Соразмерьте масштабы, так сказать, потерь. Ну, там, кстати, я говорил, что если он готов это терпеть, то это его женщина или не так его поняла. Ну, Виталина Сатья, да, говорил о том, что женщину... Смотрите, мужчина, вот, на мой взгляд, опять же, что должен уметь терпеть мужчина? Эмоциональность женщины. То есть, в среднем, если взять, то женщина, она намного эмоциональнее, чем мужчина. То есть, у нее эмоции прямо вот через край. Сравнительно с мужчиной. И... мужчина должен это понимать. Что у нее может настроение прыгать, что она может там сейчас плакать, завтра быть веселой. Понимаете? То есть, до того, завтра, через пять минут, блин, то есть, у нее может быть вот эти вот скачки резкие. И мужчина должен уметь на это спокойно реагировать. Где-то иногда, вот у нее там, она что-то истерит. Ну, блин, ну да, бабы истерят, понятное дело. Понимаете? Но никогда женщина начинает находиться при исполнении. Понимаете? Она исполняет всякую хрень вообще. То есть, когда женщина начинает создавать проблемы, ну, конкретные проблемы, ну, максимум один раз сказать ей, слушай, зайчик, Надюша, спасибо вам за подарочек. То есть, ну, опять же, Лиля, вопрос к вам. А почему он до сих пор ваш? А Лия, это все про моего мужчину. Ну, опять же, вот вы же выбрали с ним быть. Точно так же и вот парни, да, они дождутся чего-то, потом удивляются. Друзья, если вы видите, досмотрю в записи, спасибо за практики, всегда во благо, Виктор, всегда во благо, спасибо, что приходили, так сказать, в гости к нам. Вот, короче, друзья, вы всегда, не так все просто, ну, естественно, никто же не спорит, всегда все сложно. Это был сарказм. На самом деле, все проще, чем вам кажется. Потому что иначе, вот, вы будете задавать вопросы, как, например, Юля спрашивает. Ох уж эти, Юли. Вот Юля спрашивает, как вытащить себя из депрессии? Ну, во-первых, надо найти причину, которая вас привела к этому. Депрессия, это накопившийся негатив, который копился огромное количество времени, и вы с этим ничего не делали, по факту. То есть, вам надо найти этот негатив, источник, и оборвать его. Он продолжает вас накачивать, этот негатив, понимаете? Очень хорошее объяснение депрессии, есть буквальный перевод, на английский. Deep Rest, глубокий рестарт, глубинная перезагрузка. Депрессия, это когда у вас, ну, по сути, выключилось все, то есть, психика ваша вырубилась. Да? Всячески. Ну, то есть, вы вообще не реагируете ни на что. Почему? Для чего это делается? Это экономия ресурса, и, во-первых, во-вторых, это вам позволяет вообще разобраться, то есть, сфокусироваться, на какой-то проблеме. Понимаете? Вы долгое время не решаете какой-то головняк, который есть в вашей жизни. Вы это пытались превозмогать, так, не знаю, быть молодцом, да? А в итоге, это привело к тому, что вы исчерпали все свои ресурсы, и у вас их просто забрали, выключили. И это идет перезагрузка вашей психики. Потому что иначе она схлопнется просто. Поэтому ищите негатив и убирайте его. Вы можете сказать, мне надоело там отношения какие-то. Спасибо, Катерина, за поддержку. мне надоело там в каких-то отношениях. Ну, так разорвите их. Я понимаю, что вот как говорят, все непросто, все сложно. Ну, извините. то есть, это вопрос вашего выбора. Вы должны понимать. Это вопрос вашего выбора. Сложно или нет? Тут можно приводить все что угодно. Гети там, я не знаю, зависимость какая-то, и т.д. и т.п. Но человек должен отдавать себе отчет. В вашем случае вы должны понимать. Ну, там работа, например. В вашем случае вы должны понимать, что если вы будете так продолжать, вы буквально закончитесь. Спасибо, Саша, за такого охренительного журавлика от всей тебе души, родной мой. Сергей и я, спасибо вам за 20 роз от всей души, родной. Точнее, за 19 и одну. Вот. Именно в таком порядке они, собственно, и были подарены. Фух, так, нагребать начинает уже, да. Что-то я в последние дни... Видите, эти коридоры затмений. Да. Но такого взбадривания не надо мне. Не надо сейчас. Сейчас Андрюша пойдет, сделает пи-пи и будет хорошо. Так. Если негатив уже улетел далеко, но депрессия никуда не девается, что делать? Еще. Значит, есть где-то еще. Вы не можете это переварить, отпустить каким-то образом, понимаете? Есть какие-то обиды, есть какие-то... Ну, вы цепляетесь за что-то там. Опять же, очень много есть разных ситуаций. Здравствуйте, Екатерина. Очень много есть ситуаций разных. Тут сложно дать один исчерпывающий ответ на все. Ну, условно говоря, вы там, допустим, были в каких-то херовых отношениях, из-за чего впали в депрессию. Окей, вы из них вышли. Но вы, допустим, цепляетесь за это и вот все перевариваете. Ну, а как же он так мог? Ну, как же можно было так? А ведь я его любила. Он меня не любил. И вы эту шарманку проигрываете у себя каждую секунду буквально. Не то, что там каждый день. Она у вас безостановочно играет. Опять же, это процесс осознания. Ну, сделайте практику, например, как отпустить человека. Дрессируйте себя как собаку, как морского котика. Только пришла эта мысль, вы берете и ручкой себе пишете. Он меня так любил. Любил и ушел. Ну, например, да, вы пишете. Да потому, что нужно удалить все старые переписки, но не получаются. Видите, как? Не получается. Не удаляются, что ли? Вы нажимаете удалить, а не удаляются, да? Поймите, друзья, опять же, вот это как в спорте. Ну, в занятии спортом, да, физкультурой будем называть. Так, сейчас, ребята, пасу, иначе я могу это, того. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, иначе я могу это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если он просится обратно Понял, осознал, предлагает с нуля начать Вопрос в том, чего вы хотите Если вы хотите попробовать Пробуйте, но только анализируйте Я же не знаю, что у вас там Танюшка случилось Что он там натворил такого Но ваша задача проанализировать это все Проверять его По-другому никак И вы должны понимать, что есть всегда Немаленький шанс на то, что все повторится Он же говорит, что все осознал и исправился Но вы это никак не можете проверить Вы это можете проверить только по факту То есть Проживя с ним какое-то время И посмотреть, исправился он или нет А это всегда такая себе лотерея Понимаете Всю теорию зная наизусть Но на практике не получается Так это что самое сложное Понимаете Это же самое сложное Сделать на практике Понимаете Я перед тем, как уходить Так сказать На отлив Я о чем-то говорил Я хотел привести пример Какой-то Забыл об этом А, то, что не удаляются Переписка Сейчас про страхи Андрей поговорим Вижу Сейчас поговорим То есть Вот смотрите Опять же Как в спорте Можно знать теорию Можно понимать Необходимость Заниматься Но реально Поднять жопу И начать заниматься Это сложно И самое интересное Что никто Кроме вас Этого не сделает Все ищут какую-то Мотивирующую Мотивацию Специальную Самая мотивация Лучшая Самая лучшая мотивация Это Когда вы Понимаете Что если вы будете продолжать Вы останетесь в заднице Понимаете В конкретной Огромной Заднице Ну, например В плане Внешнего вида Своего Точно так же И здесь Вот смотрите Вы Я там В свое время Я выкинул Все вещи Которые мне напоминали Об одном человеке Открытку Сжег Ну и так далее И так далее Понимаете Взял просто Одним махом И сделал Спасибо Сергей За поддержку Катерина Кстати говоря Он тоже Огромнейшее Спасибо Человеческое В йоге Самое сложное Расстелить коврик Ну вот Поймите За вас Это никто Не сделает Андрей Спасибо За попкорн От души родной Вы должны Понимать Что Ну Вы можете Сколько угодно Себе там Накручивать Вот я не могу Удалить Ну сидите дальше Ждите С моря погоды Ждите Что человек Объявится Что он там Поймет Ну вот У меня Тоже были Такие Я все Ждал Думаю Ну вот Она там Как-то Не знаю Там Высшие силы Направят Она там Что-то Осознает Она все Как поймет Она как Вспомнит По сей день Там Человек Догоняет Понимаете По сей день А прошло То уже Сколько Ну то есть Ну Поймите Ну если оно На еде Смотрите По фактам Просто Ну факты Вещь упрямая Но есть Вот такая История Понимаете Факты Сука Вещь упрямая Без этих Фактов Ну вот Человек К вам Не проявляется Ведет себя Да хрен Никак не ведет Просто на вас Забил Вы сидите И А вот От страхов Давайте Да Тут вот Действительно Сейчас Ох Анечка Вы тут Разошлись И с попкорном И с огонечками От всей души Большое вам Спасибо И сердечки Вон от вас Какие красивые Летят Так Сейчас Где-то же Был этот вопрос Вот он 98% вопросов Про страхи Боятся Признаться себе Боятся Сказать И т.д. Сенсей Раскрою Тему страха Ну Смотрите Всегда Меня так Умиляет Когда меня Сенсей Называют Очень мило На самом деле Не Мне правда Приятно Друзья Что вы Меня так Высоко Цените Тем более В восточной Культуре Сенсей Это нихуя Себе Звание Это Не Баран Чихнул Я вам Скажу Что такое Страх Страх Это Опять же Эмоция Некая Система Алгоритмическая Высчитывает Эту эмоцию И отправляет Ее вам В сознание Для того Чтобы Вам сказать Что Котик А ну-ка Блять Соберись То есть Есть Какая-то Опасность Да И Соответственно Ну Как бы Скажем Так Эти Энергии Страха Они Находятся На Первом Энергоцентре В Красной Чакре И Энергии Эти Грубо Ну То есть Она Обитает Там В Красной Чакре Энергии И Она Соответственно Перекрывает Этот Энергоцентр Почему Допустим Никогда Не думали Человек От страха Может Уписаться Укакаться Да Почему Так Происходит Нарушается Работа Энергоцентра То есть Идет Какой-то Сильный Всплеск Да И Это Ж Влияет То есть Он Настолько Сильный Что Это Влияет На Физический План Моментально Практически Вот Для Того Чтобы Работать Со Страхами Надо Понять В целом Работает Алгоритмический Комплекс Этот Правильно Или Нет Который Продуцирует Сигнал Этот Ну То есть Надо Понять Этот Страх Обоснованный Или Нет Ну То есть Вот Сегодня Мы Сидели С Общались Нормально Все Хорошо Засвистела Хуйня Уебала Где-то Вот Сыкотно Да У меня Очко Блядь Сжалось Сука Да Состояние Там Я не знаю Лом Можно было Перекусить И это Абсолютно Нормальная Реакция Это Потом Я О' Су Абсолют Сыкотно 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 Я Вод Я Много Вод Я виталий кличко что не боится только дурак когда началась война говорит я не боялся какой был боксер все-таки крутой а вот то есть вы должны понимать что в принципе вот если вы чувствуете страх первое что вы должны понять что это в принципе нормальное чувство не надо себя ругать за то что вы боитесь вот я например когда ходил на всякие единоборства до меня там очень много куда носила тренер всегда говорил что если ты боишься это нормально но не нам особенно если ты выходишь спарринг например против партнера ну спарринг-партнер там опытнее тебя например или там здоровее да то есть он позволяет мобилизироваться и вам надо проводить анализ то есть объективен для мой страх то есть если страх мы понимаем что он объективен вы должны опять же приучить то есть сейчас мы рассмотрим две ситуации когда страх объективен и когда он субъективен субъективен это значит что бояться нечего а вы что-то а вы очкуете смотрите давайте самый простой вариант когда страх объективен единственное что вам нужно сделать это не раскручивать его больше чем он есть понимаете то есть постараться максимально спокойно оценить ситуацию то есть смотрите вот давайте разберем то что было в эфире сегодня вот кстати одна из причин почему я нахожусь именно в харькове почему мне нужно было оставаться здесь чтобы с вами разбирать вот такие примеры на своем примере да это моя кармическая отработка в том числе я не могу сказать что в полнейшем от этого восторге ну вот как есть тем более я сам себе это прописал так что да вот вот давайте разберем вот смотрите уебала эта хуйня очень близко почему ну то есть я я не думаю что прям то есть были ощущения и повеселее то есть там и дрожала земля было и все остальное но тут именно вот этот свист и когда он свистит ты моментально так как ну ты не можешь сразу сообразить что сейчас будет что это за хуйня вообще особенно меня вот например радуют когда там бывает самолеты летают штурмовики над головой ну какого ты хуя летишь над районом ну да ладно так вот смотрите надо максимально собраться в этот момент и начать оценивать ситуацию а хорошо уебала где-то может сейчас дальше ну в ебать где-то да может какова вероятность того что это произойдет еще хорошо она достаточно высокая обычно там идет один прилет и за ним допустим там идет контроль это не редкость дальше ты начинаешь анализировать ok что я могу сделать чтобы как-то себя обезопасить и ты ну то есть ты начинаешь она летать как я начинаю анализировать я смотрю ну типа как я могу повлиять на ситуацию чтобы оказаться ну резко в более безопасности в большей безопасности до чем я сейчас нахожусь и ко мне моментально приходит понимаешь о сука никак блять ну вот я не могу этим управлять я не знаю полета в траектории ну траектории полета в этих откуда куда где блять шо почему у меня нет данных я не могу с этим ничего сделать но объективно ну хорошо я могу я пойду сейчас допустим условно хорошая ванной допустим закрою но это тоже не люди которые там живут знают что это тоже не сказать шоу не дай бог если такая хуйня там случится ты не сильно будет легче вот то есть это раз второй момент когда ты понимаешь что допустим ты не можешь управлять ситуацией то должно быть осознание того что это надо заранее в себе проработать что нет смысла беспокоиться о том о чем ты не можешь ну чем ты управлять не можешь понимаете ну ты не мог ну вот поймите друзья вот часто люди боятся того что допустим там молодой человек или девушка изменит потрахается с кем-то другим вы можете этим управлять не можете объективно не можете послушайте перепихнуться можно за хлебом в магазин выйти блять и взять в рот у кого-то за гаражами еще и в попу дать и еще куда-нибудь понимаете и в это блять не ну вы же не будете постоянно с человеком за ручку ходить это бред здесь тоже самое то есть надо понимать что ну такая хуйня может быть более того допустим жители харькова они ну особенно вот северные районы до центральные восточные перманентно живут в ситуации когда может что-то куда-то блять прилететь и ты этим не почему люди так спокойно например на тревоги реагируют там это люди западных областей ебать а шо это вы там не прячетесь а как так ну потому что не видели войны по большому счету это не я не говорю что вы какие-то хуёвые нет я просто объясняю вы не понимаете что когда эта хуйня постоянно происходит то ну ты уже понимаешь что ну блять настолько тревоги разнятся с прилетами ну то есть это не то что тревога и потом прилеты начались не это не так работает это может быть раньше потом тревога может тревога во время может блять вообще она не заработать уебала где-то блять а сирена как молчала так и молчит это во первых во вторых ты особо никуда не добежишь блять ну так ну то есть этим невозможно блять управлять ты только сука нервы себе потратишь ну реально ты только потратишь себе нервы все больше ничего а если ты еще углубляешься например в мироздание в понимании всей этой истории как она работает то ты резко начинаешь понимать что должно произойти то произойдет с тобой никогда не случится то чего не должно а если уж родной довел ситуацию до того что он одна знакомая да как-то рассказала что вот увидела ну она поблагодарила меня да за то что я там делаю свое дело и в свое время я это подсказал правильные вещи а ее подружка этого не знала и подружка просто пошла на пробежечку и попала под машину я эти то есть шоу с губой до облазят постоянно у меня у меня с губами это перманентно сейчас зима начнется еще будут начнет трескаться да надо мазать помадкой но я как водится ложу хер на это вот то есть короче смотрите должно быть понимание что если вы совсем ну блять отсталый и вас надо утилизировать поверьте вас утилизирует выходе вы элементарно хлебушком подавитесь и склеите ласты понимаете вот и все а если нет то вокруг вас будут блять лететь и все будет нормально понимаете поэтому это вот случае если страх объективный и обоснованный ну то есть если действительно но это как бы те же прилет и допустим вот хороший пример да если например прилет и а вам вообще похуй вот это очень плохо то есть это обычно когда так вот когда вообще похуй знаете ну вот блять не то что там ни один мускул не дрога вот действительно вам все равно ну вам такое впечатление знаете вот вы идете по улице да кто-то услышали чей-то разговор ну и все ну услышали и услышали да то есть у вас это не вызывает вообще ничего даже но внимание ваше не фокусируется скорее всего это говорит может косвенно свидетельствовать о том что вы где-то уже близко к финалу к своему то есть когда человеку становится настолько похуй на все очень плохая плохой знак те же животные во время того как их хватает хищник допустим они не чувствуют боли они просто ну как это сказать они не но они выключаются просто это вот рассказывал допустим даже был какой-то натуралист ученый он там занимался этими исследованиями животных и все такое короче его как-то то ли тигр схватил то ли кто-то его отбили этого чувака вот но как он объяснял она ряд я ничего не чувствовал ни страха не боли ничего ну то есть я просто понимал что мне пизда по ходу и все хорошо там как-то его отбили вот поэтому это что касается это не смирение то специальный механизм такой на самом деле уход выход из игры он не так часто сопровождается как каким-то прям негативом это достаточно редко это надо прям быть блять надо быть очень талантливым человеком чтобы было вот именно хуёво как правило наступает расслабление для того чтобы переход был максимально мягким это примерно за три дня происходит вот у меня очень умер от рака и я с ним разговаривал даже за неделю где-то вот и он был очень спокойный очень спокойно это андрюша да не переживай там это шо ты как ты это до этого он там ебать там врачи додики сука это пизде ну прям ругался чтобы там это болит то все а потом он там и маме или там типа наташа не надо химию не надо ничего не тратьте деньги то есть ну типа он уже понял все вот поэтому это такой природной это механизм специальный вот это что касается объективного страха вот у меня друг был военный был сильный 300 говорил не думал что умирать это так спокойно в большинстве своих большинстве случаев да дивергент это именно так да именно спокойно и существо которое встречает человека в этот момент это не вот это смерть с косой то что называют смертью вот это то что с косой это существо которое отвечает за скажем так скажем так болезни войны и всякое такое за смерть отвечает существо в ведической литературе например это описано она в белых одеяниях очень красивая это очень красивая девушка в белых одеждах именно поэтому в сонниках увидеть невесту считается на типа дурным преднаменованием смерти вот то есть все сделано для того чтобы существу живому было максимально ну ушедшему было максимально спокойно особенно если человек в адеквате вот соответственно все это максимально смягчается вот но мы уходим от темы то есть страх дальше по поводу страха это мы говорили о том если он объективный то есть что с этим делать да опять же вы должны понять что по щелчку постоянно отвлекаясь ну знаете тема очень обширная не получается так взять и смотрите у вас не получится взять его так за один раз вот так раз и все и типа все я осознать нет вы поймите эта работа опять же на собой мне тут писали что по вам не было видно вы хорошо держались я не знаю я это это то ли вы мне комплимент делаете то ли это и правда так было но я вам скажу так что внутри я я я я просто я блять я аж пересрал блять ну у меня шло штора вот так вот и ну не видно было но там штору попидорасило просто ну от волны я просто ебало завалил и если это внешне было ну типа не видно но это просто говорит о том что я стараюсь работать над собой в этом плане да то есть мужчина он должен стараться эти вопросы как бы знаете как если ну командир боится то то есть мужчина должен так себя воспринимать потому что у него на балансе так сказать за он ответственный за женщин там за детей за свои да и он должен ну даже если какой-то пиздец но вот была ситуация да когда это я живу я запомню на все на всю жизнь эту хуйню когда это было да я вот соврал что такого пиздеца еще не было был конечно как я мог забыть то блять 7 марта 22 года я эту дату не забуду никогда блять в каком городе живешь в Харькове когда вокруг дома мы жили на первом этаже с девушкой вокруг дома начали мины блять хуярить короче там недалеко был блокпост ну а у миномета разбросик и соответственно ебашилово началось и вот притом возле дома то это не ну то есть именно прям возле дома каким чудом у нас там ни окна не побило ничего ну то есть с другой стороны дома она падала но все равно это охуеть дом дрожит блять вокруг все сыпется стекла девушка уже на грани истерики ее трусит всю а ты должен быть спокоен ну у тебя что же очко как бы ну вот как бы играет блять но ты должен быть максимально спокойно если ты начнешь кипишевать еще помню мы вышли в коридор я понимаю что там идти блять в это бомбоубежище это хуевая идея потому что мы сейчас ну нам надо выходить а если мы выйдем и там что-нибудь упадет обязательно по закону блять полностью нахуй надо типа ну и мы встали под перекрытие все по закону и стекла и там а и там еще две какие-то женщины спустились они говорят а что вы типа здесь ну я им объяснил говорю слушайте лучше не надо сейчас ну куда вы блять выходите там хуярит а ну ну чтобы вы понимаете там с интервалом секунд 10-15 наверное то есть у тебя только анал блять ну начал чуть чуть дырочка блять ну становится более расслабленная на нахуй опять да то есть и вот короче первый раз это очень блять такое я понимаю что ну я там ее стою обнимаю стараюсь как могу это самое вот то есть мужчина он должен поэтому вот смотрите тоже кстати почему женщина эмоциональнее мужчине мужчина менее эмоционален вот как раз таки для этих в том числе ситуации чтобы более холодно это все оценим потому что если бы я например в той ситуации тоже начал паниковать ну блин у девочки там бы и ласта бы поклеилась понимаете от страха и другие вот эти женщины тоже бы ну то есть я о чем говорю это надо в себе воспитывать понимаете то есть у вас не получится вот так вот за раз то есть надо почему я говорю работать надо над собой и каждому по-своему девочкам по-своему мальчикам по-своему да ну вот мальчикам яички отращивай девочкам условно говоря сисечки да опять же образно выражаясь вот и поэтому такая вот история теперь давайте если страх не объективен ну то есть субъективный да это когда вы чего-то боитесь но по факту проанализировав вы поняли какая клевая гусочка родной мой дивергент от души какая же красота вот вам маты не идут тут без а вот и вам пишут внизу тут без мата ну как это без мата рассказать ну я не понимаю как да самая трудная работа это работа над собой вот здесь я с вами согласен так вот если вы понимаете нужно проанализировать что допустим по сути страх высосан из пальца ну грубо говоря допустим смотрите вы давайте какой пример какой пример давайте напишите какой пример разобрать высосан из пальца страха что что вот не паническая атака нет ну вот я же о необоснованных страхах вот какой пример ну хорошо ладно давайте я приведу бог с ним допустим давайте так вот 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 люди говорят я боюсь потерять свою работу я боюсь потерять свою работу боюсь что меня уволят мы все вздохнем с голоду да ну вы начинаете анализировать буквально выписывать себе ну почему я так думаю ну реально какие события в моей жизни об этом мне говорят ну например приходит допустим не знаю начальник и говорит блять ну все так а петров понятно понятно а сколько ты уже у нас работаешь пять лет да ну я пять лет хорошая круглая дата хорошо ну ладно ты работай пока что да то есть если начальник так говорит то это доставит задуматься если нет то да то есть таких не было дальше выполняете вы свою работу нормально нормально есть тенденции допустим это я вам пример анализа говорю как нужно анализировать есть тенденции например в вашей отрасли что будет все там блять закрываться ломаться нет ну и так далее то есть вы берете и анализируете желательно с помощью другого человека желательно не дебила который вам поможет потому что у вас же эмоции вас же накрывает вы видите того чего нет и вы к примеру понимаете что по фактам получается да страх у вас еще не ушел но по всему выходит что ваш страх реально не обоснован о чем это говорит это говорит о том что этот страх то есть ваша система она ну вот это вот помните я говорил алгоритмический комплекс который отвечает за отправку этого сигнала боятся это значит что его работа нарушена и скорее всего дело в системе безопасности как это работает смотрите вот допустим есть такое выражение укушенный змеей боится веревки или допустим вы давайте вот в примере с работы вы работали работали были лучшим работником месяца а потом вас просто взяли и уволились нихуя ну просто допустим не знаю вы женщина а начальница вас при ревновала к своему мужу который работает грузчиком там же условно говоря вот и она вас уволила допустим да соответственно так как тогда не был произведен никакой анализ то есть смотрите объясняю как работает система безопасности происходит какой-то допустим в вашей жизни какая-то плохая ситуация вы получаете очень сильный стресс сильный уровень сильный уровень стресса сильно банально но я пытаюсь объяснять так чтобы поняли все не только поцелованные богом но и простые трудяги понимаете Елена если у вас есть какие-то вопросы ну если вы хотите более как-то серьезно разобрать что-нибудь ну для одаренных для просвещенных вы задайте конкретные вопросы мы обязательно к нему вернемся вот соответственно о чем это говорит то есть сбили меня короче что происходит ситуация произошла такая что вы получили негатив большой его всплеск ваша психика не может переваривать большое количество стресса вот есть такое понятие как болевой шок и есть некие автоматизмы потому что когда вы получаете запредельный уровень эмоций неважно позитивных негативных они заглушают все остальное то есть вы неадекватной становитесь вы не можете эффективно управлять скажем так своей жизнью жизнедеятельностью для этого есть система безопасности что она делает вы получили негатив например сильный она во первых следит чтобы он не превысил определенный уровень то есть если он превышает определенный уровень человек например может сознание потерять видели человек например от страха или от каких-то эмоций таких может просто в обморок упасть это сделано системой чтобы он просто у него мозг чтобы не сплавился первое второе это в системе безопасности надо сделать так что когда вы например придете в себя от боли отойдете более-менее чтобы ну вы реально не сошли с ума чтобы у вас не начались нарушения вот в этом сложном программно-алгоритмическом комплексе для этого ищется причина при том она ищется очень быстро и очень как вам сказать на скорую руку банально то есть ну условно говоря человек там не знаю шел по улице как я всегда привожу пример да ударил веревку это оказалась змея она его укусила сильный стресс туда-сюда и поэтому откуда пришла беда от веревки поэтому веревка трос канат нить шланг и все что с этим связано эти образы считаются как опасные и записывается программка вот как в случае с этой работой записывается что что принесло стресс ага работа принесла то есть на работе могут уволить просто так и это записалось то есть будь осторожен это делается на первое время для того чтобы просто оградить вас от потенциальной опасности понимаете в отношениях частый пример вот тоже очень хороший пример когда говорят все мужики одинаковые вот что это значит это значит ну или там все женщины одинаковые да нужно подчеркните условно женщину обидел мужчина сработала система безопасности смотрите кто виноват мужчина мужчина плохой все все мужики плохие все плохие ну вот посмотрите даже в чате как пишут многие люди все сейчас такие мужчины пошли или сейчас бабы такие все женщины вот они одинаковые понимаете в чем это из-за чего это вот как раз из-за системы безопасности но на что расчет вас временно ограничивают давайте плавно перетечем например на отношения вот человек говорит все там бабы твари да они дают за бабки ну женщины проверяйте да так ли это ну я утверждаю что не так что не все женщины дают за деньги добрый вечер лин как вы удачно зашли вот соответственно так как делается это все временно для чего чтобы вас оградить от отношений то есть мужчине когда допустим женщина изменила ему очень хуёво ему плохо он для того чтобы у него не поплавился мозг что делают ограничивают от женщин то есть пока не непонятна причина пока не проведено расследование на всякий случай женщина является опасностью любая и соответственно после этого он боится всех женщин но расчет на что на то что будет проведен анализ да на то что мужчина посидит и подумает блять что не все женщины например такие а какие то конкретные с конкретными там моделями поведения не знаю только рыжие только карлицы только у кого три сиськи только там ну и так далее и так далее там с волосатыми руками например с бородой женщина вот этот дурной знак типа ну условно он должен провести анализ но как у нас обычно происходит надо ж забить хер надо ж перекумарить надо просто время лечит да ну и соответственно это так и остается и запечатывается нахуя я вам всю эту телегу здесь прогоняю вроде казалось бы про страх а вот теперь мы берем это вот к вопросу нахуя нужен психолог да но теперь мы берем здравствуйте не знаю как восьмник читается но тем не менее здравствуйте вот мы теперь берем и что делаем мы понимаем что допустим исходя из всего что нам рассказал ну давайте как вот я приведу на своем примере как я работаю с людьми я у него расспрашиваю всякое разное я например смотрю что это не адекватен этот страх соответственно надо копать а где же у него были похожие случаи глаза да глаза у меня просто огонь вообще хотя не огонь скорее вода спасибо вам за комплимент это очень приятно и вот надо докопаться а где же была такая же ситуация и она сто процентов где-то была в самых тяжелых случаях человек не помнит этого то есть он может этого не помнить по причине того что это настолько жесть лютая что ну короче блять это пиздец вообще поэтому вы берете и копаете откуда же этот страх пошел понимаете выводный знак зодиака да рак и копаете откуда это все пошло и когда вы до этого докапываетесь и тут уже ну смотрите тут уже сильно разница зависит от того что вы там накопали ну и соответственно это надо уже делать там практики какие-то осознание там и т.д. и т.п. но рыбка очень приятно да с рыбками и скорпионами у меня особое скажем так отношения да вот вот это и есть работа со страхом опять же я общую картину вам обрисовал невозможно понимаете там начинаешь когда копать там начинают вылазить и ещё и ещё и ещё еще парочку еще какая-то хуйня там еще зацепилась еще одну события там вот так вот а там блять папа педофил а там мама космонавт блять ну короче соответственно с весами не не помню таких прям длительных не было вот вот это и есть работа со страхом и дальше мы начинаем и кино и да надо идти на этот страх но опять же идти по уму надо посмотреть все зависит от того откуда он взялся понимаете кого-то из детства как вы пишете у кого-то нет то есть по-разному бывает большинство наверное да из детства но есть и варианты соответственно мы начинаем уже с этим как-то работать и тут уже там индивидуально потому что на эти как вот тоже говорят там если просто взять вот в тупую выполнить надо идти на свой страх не всегда это хорошо закончится понимаете ну это как вкладываться покупать магазин какой-нибудь да или открывать магазин ну в целом то прикольный же бизнес иметь какой-нибудь прикольный магазин да но есть же разные факторы место проходим проходимость в месте стоимость аренды площади помещения да то есть разные есть там моменты что вы продаете какие есть рядом магазины конкурентов ценообразование и так далее и так далее а люди просто ну многие действуют так что магазин это круто надо открыть магазин какой где это вообще похуй все главное шарики повесить и написать мы открылись вот так же и здесь но я надеюсь общая так сказать алгоритмика вам понятно общая система а там уже ну либо сами разбираетесь либо опять же вы приходите на консультацию мы с вами этот вопрос решаем ну в общем тут уже тут уже каждый выбирает сам блин у меня два тридцать не могу от вас оторваться да я такой прийти притягательный на если у меня такие страхи могут быть из-за неуверенности в себе у меня так было неуверенность себе безусловно является следствием в том числе и страхов и это все связанные вещи как по моему дивергент на одном из эфиров правильно подметил что любовь и страх это так называемые базовые чувства если ну можно очень условно так сказать да то есть и от них уже идет проецирование всего остального спасибо сенсей тыкру спасибо брюс вами спасибо от души спасибо вам кстати за поддержку дивергент вам спасибо за поддержку и и евгений иванов также спасибо большое вот голод и страх так друзья мои шо я могу сказать давайте по старой доброй традиции последний вопрос потому что я сегодня прям совсем что-то устали вы харизматичны очень интересного безусловно ирина да это святая правда давайте задавайте кто-нибудь последний вопрос на который мы сегодня с вами который мы сегодня обсудим вот но если вопросов будет несколько я выберу что-нибудь такое поинтереснее вот и будем потихонечку как менять внутренние убеждения ну вот давайте этот вопрос и возьмем как менять внутренние убеждения на понять что такое внутренние убеждения то есть сказать анекдот нет вот что не мое так не мое с анекдотами у меня действительно беда вот я их у меня очень большой понимаете сейчас дивергент мы поговорим у меня очень большой запрос к например к юмору к пи к тому чтобы петь песни да то есть я очень дает доебываюсь до этого исходя из этого я соответственно понимаю свой уровень да и мне мне не нравится то как я это делаю поэтому так внутренние убеждения рассказать и например себя очень интересно ну смотрите тут на примере и меня и кого угодно тут действительно как менять внутренние убеждения это для всех подойдет мы сегодня частично об этом говорили мы цепляли эту тему так вот о чем эта тема говорит нам она нам говорит о том что что такое убеждение во первых убеждение это вот когда ребенок развивается растет у него есть некая база да есть никого некий базовый софт базовые программки которые установлены у нас психики а вот все остальное ну например среда в которой он живет да там отношения в этой среде между людьми между там еще кем-то это все устанавливается в процессе так называемого обучения да то есть ребенок взрослеет он наблюдает за этим миром и он записывает себе бессознательную область психики определенные установки или как вы говорите убеждения ну то есть например если ребенок вырос в племени где является дурным тоном или даже наказуемым преступлением наступать на тень вождя то у него будет убеждение запишется вот такая вот модель что все нельзя и зачастую это даже вообще непонятно почему нельзя и все это опять же чтобы было понятно они посмотрите убеждение не просто меняют нашу жизнь наша жизнь фактически состоит из этих убеждений точнее даже не наша жизнь то как мы по этой жизни идем понимаете то есть здесь очень важно понимать предметную область вообще о чем мы говорим то есть вот поймите это убеждение это вся наша психика так это настройки нашей психики и она вся из этих убеждений состоит понимаете вот даже если вы посмотрите там не знаю условное там военные действия например да вот вот сегодня был этот прилетела куда-то говорят что по хуевому прилетела и вот кто-то бы начал говорить вот там знаете как ибо снятом это все у кого-то другое мнение по этому поводу кто-то старается выше подняться кто-то наоборот там ну то есть понимаете мы на одни и те же вещи можем смотреть по-разному то есть наши убеждения теперь же исходя из ну исходя из того что это такое надо давайте разберемся как же они меняются то есть что нужно что нужно сделать и тут ответ банальный да просто до невозможности вот понятие в этой в этом случае где вход там и выход то есть вот если вам например в детстве говорили постоянно допустим что ну я не знаю богатым быть плохо богатым честно стать нельзя да то есть вот для обычного человека там там не знаю 5000 долларов это потолок работая где-нибудь условно в айтишке будучи каким-нибудь там не знаю сеньором блять тестировщиком типа вот и это все это предел мечтаний все что больше это все проклятые воры и т.д. и т.п. как же побороть это бомбардировать себя обратными фактами то есть например хорошо вот вы познакомились с чуваком который работает допустим в той же айтихе и он допустим является условным тем лидом каким-нибудь там продвинутым я не знаю я не очень шарю там в айтишке еще это вот эта хуйня есть там спроси вот любого айтишника сколько ты зарабатываешь он тебе блять глаз тебе выклюют там уж они подписывают мне разглашение и все такое я как-то встречался с девочкой айтишнице блять ради интереса спросил меня там чуть не сожрали нахуй ну короче так вот вот познакомишься например с человеком который там работает и который получает эту сумму и ты смотришь на его жизнь на факты которые видишь не то что ты там додумал себе а вот тоже смотришь на факты честно этот человек или нет ворует он сука или нет как он себя ведет смотришь на это и заводишь таких знакомств как можно больше то есть как меняется убеждение бомбардировка фактами обратными этому этому убеждению ну например опять же сейчас банальность все женщины бляди сосуд не знаю моржовые пенисы за деньги знакомитесь женщинами общаетесь ищите факты понимаете все это очень просто смотря кто как деньгам относится ну короче зачем нас тут уже зачем тут много уважайте нас ну и пример елена у нас все здесь просто смотрите я всех бесконечно не тушу уважаю даже люблю вот хотя я уверяю что некоторые личности не заслуживают ни того ни другого но я работаю если вам что-то не нравится вы можете просто отсюда выйти как и любой другой человек я уже много раз говорил что я таков каков я есть я веду эфир так как я считаю нужным и примеры я привожу такие какие я считаю нужны не в обиду вам или всем остальным есть уже там кто на кого и обижаться до знаете есть такое выражение в чужой монастырь со своим уставом не ходит поэтому при всем моем уважении давайте пожалуйста не учите меня жизни я не буду вам давать советы послушайте дети до 17 смотрят и порнуху и чего они только не делают понимаете а я здесь говорю вещи которые достаточно на мой взгляд полезные интересные я вас уверяю дети до 16 и раньше ему и когда до 16 и младше была передача до 16 и старше здесь до 16 и младше да я вас уверяю они слышали слова хуй и все остальное не летайте в облаках будто бы они невинные ангелы а тут они ко мне пришли и все блять и я их взял испортил поэтому пожалуйста дело такое можете жалобу кинуть если вы это самое негодуете не люблю когда знаете там я прихожу вот допустим на стрим человеку смотрю он там общается как общается так как общается если меня это там терзает раздражает я я просто беру и ухожу и все понимаете я не не пытаюсь человека учить кто завелся я по моему даже интонацию не поменял я вам же пытаюсь объяснить из уважения но вижу что делаю это зря поэтому наверное короче действительно вот знаете иногда и не надо ничего объяснять я периодически пытаюсь себя к этому тоже приучить вот бомбардировать себя фактами да вот вернемся к вопросу большинству людей подавляющим не надо ничего объяснять не надо на это даже реагировать ты вот думаешь там но я сейчас вот объясню как-то донесу это как вот в инстаграме там рассказал до меня спрашивают там про ближний восток про куститов права вот эту всю эту движуху в ум они то блять всех кто понимают просто вы не не джентльмены вам твои блять так елена идите нахуй я вот вам скажу не по-джентльменски честно я ненавижу тупорылых людей блять очень не люблю очень вот сука понятие тупость это вот я чего никогда не могу простить людям ну как про то что простите я не могу вот оправдать не как тупость понимаете вот потому что это всегда выбор быть тупым это выбор можно быть тем не знаю ну короче проехали пиздец блять какой-то правда и вот это вот биполярка где ебать какой-то охуенный классный пиздец ты не джентльмен все с тобой ясно быдло ебаная нпс да беда блять так друзья ну в общем надеюсь дивергент на ваш вопрос я ответил и так как он был ластецким вот да пардонте мадам месье затмение наверное да может блять фляга свистит из-за затмения да я все хочу у меня там есть же список заблокированных аккаунтов там и любаня есть он алды помнят я все хочу блять это открыть этот ящик пандоры знаете выпустить их всех обратно ну то есть типа удалить из списка но мне прям интересно что будет когда-нибудь я это сделаю там что человек 30 сидит по хотя может больше не знаю больно до черти полезу ладно друзья давайте на сегодня мы эфирчик закончим наш вот он был замечательный даже несмотря на какие-то моменты зачем ведете на провокации да я не ведусь я просто как я бы повелся если году психовать начал кипишевать а так я даже в рот ему пароход у меня жили в конце концов человека заглушил да и все вот друзья шоу мы хочу сказать я вам очень благодарен как всегда за вашу активность за то что вы вообще у меня есть за то что мы с вами 2 часа 45 практически минут посидели и замечательно пообщались да даже прилет нам не помешал слова единому что он был подальше вот но это я думаю и моя заслуга в том числе вот а вам спасибо за вашу активность за ваши лайки за ваши подарочки за вообще ваши все вы меня большие молодцы вот до эфир у нас получился эмоциональным вот я еще такой сегодня жарю уставший уставший кофе мы себя вроде разогнал туда-сюда ну короче ладно да саша тебе спасибо за твою работу как всегда друзья мои все давайте с покиноки я надеюсь в этот раз я не протуплю как на прошлом эфире у меня закончилось место на жестком диске и запись была запорота поэтому она вышла так поздно сейчас вроде должно быть все нормально вот этом почистил 200 гигабайт как и не было всякого разного вот так что запись эфира будет когда следующий посмотрим сейчас эти затмения я очень устаю правда у меня там есть определенные моменты постараюсь послезавтра возможно завтра я в общем короче решим этот вопрос вот но если пропадаю надолго не переживайте не ведитесь на дурные мысли все будет хорошо все мои друзья давайте всех люблю всех обнял спокойно всем ночи пока пока